Всем привет! Давайте я расскажу про это направление, деятельность нашей компании и как мы, собственно, там оказались. Сейчас, одну секунду. Презентер, кстати, тоже компании Logitech. Только его надо включить было. Итак, вкратце общий обзор рынка. Извиняюсь, что презентация на английском. К сожалению, у нас маркетолога сейчас нет, переводить особо некому. Все материалы приходят на английском, я их уже транслирую по ходу. Соответственно, определение объединенных коммуникаций, размер рынка, точки роста и немножко о видеоконференциях. Ну, а точнее много, поскольку основная тема все-таки видеоконференций – это рынок объединенных коммуникаций. В общем-то, он очень быстро растет и по-прежнему его быстрый рост ожидает. Видите, по прогнозам, которые есть у нас, в 2015 году 13 миллиардов долларов, в 2019 – 23 миллиарда. Соответственно, как бы рынок интересен всем и, соответственно, мы тоже хотим, в общем-то, на нем быть одним из активных игроков. Соответственно, это вот картинка, которая определяет объединенные коммуникации. В общем-то, красиво. Термин, по-моему, впервые ввел то ли Microsoft, то ли Cisco. В общем, вкратце, я так понимаю, вы все знаете, что это такое. Это решение, которое объединяет все IP-коммуникации предприятия для, собственно, организации современных бизнес-процессов. В общем, такое расплывчатое. Но, тем не менее, всем интересно, все в нем участвуют. Вот эти вот цифры показывают, что 55% организаций, ну, это мировые данные, уже имеют у себя какие-то решения. 61% планируют либо устанавливать, либо обновлять. Соответственно, здесь подразделение на корпорации крупные, SMB, большой и маленький бизнес. В общем, на этом рынке играют все. Соответственно, поскольку технологии становятся все более массовыми, он растет теми темпами, которые я уже показывал. Соответственно, как мы в этот рынок заходим, вот эта картинка показывает, как преобразуются объединенные коммуникации, ну, и видеоконференции в том числе. То есть, вот это классические большие системы, которые там еще Танберг, наверное, начинал когда-то, когда он был Танбергом. То есть, там, Polycom, LifeSize, который Logitech прикупил не так давно и уже успел продать, собственно, как бы. Это вот те игроки, которые, собственно, начинали этот рынок, который стоил там кучу долларов, и в него могли играть только крупные там компании там с миллионными оборотами. Сейчас же с развитием интернета и облачных технологий, собственно, цена входа, она становится минимальной, и, в общем-то, уже практически любой потребитель, да, то есть рядовой, может пользоваться всеми этими доступными средствами для, в общем-то, проведения видеоконференций. И не надо, как бы, уже платить кучу денег, достаточно только купить качественную периферию аксессуары, и вот здесь вот Logitech как раз и появляется, поскольку это именно тем, чем мы занимались с начала, в общем-то, компании, где-то с 85-го года, начинали с мыши, потом перешли на веб-камеры, и, вот, собственно, как бы, эта качественная периферия позволяет нам, в общем-то, заявить о том, что мы, в общем-то, становимся игроком и не последним на этом рынке, и собираемся расти, и, в общем-то, быть одним из лидеров данного сегмента. Соответственно, что является драйверами или, как бы, точками роста, да, как вы видите из этого графика, рынок, вот этот рост обеспечивается вот за последний год прежде всего облачными платформами. Там вот Zoom, Skype, ну, BlueJeans еще есть, наверное, другие известные, они растут, в общем-то, темпами опережающими по сравнению с традиционными системами для видеоконференций. Ну, ожидается такой рост, что он и продолжится, в общем-то, поэтому вот этот график уже показывает, что уже в этом году рынок, причем в деньгах, это деньги, миллиарды, сравняется облачных приложений для видеоконференций с традиционными, которые вот я показывал ранее. И дальше он будет расти опережающими темпами, и, соответственно, если в штуках, наверное, уже сейчас больше, то уже вот к концу, ну, или к началу 2017 года ожидается, что он будет больше и в деньгах. Соответственно, последние данные, которые мы собрали, и, в общем-то, они подтверждены независимыми экспертами, мы, в общем-то, вышли на второе место по количеству проданных периферийных оконечных устройств на этом рынке. То есть мы обогнали поликом, ну, это в штуках, в деньгах еще нет, ну, обгоним, и уступаем только ЦИСКО. Соответственно, как бы, новые предложения, которые делает компания, они пользуются спросом и позволяют нам, в общем-то, буквально за несколько лет, в общем, занять второе место на этом рынке. Ну, и, соответственно, мы себя позиционируем, как, в общем-то, одного из лидеров этого рынка для видео, для бизнеса, для видеоконференций, потому что по веб-камерам это традиционно. Наша категория, мы там давно уже занимаем, в общем-то, однозначное лидерство в мире. И, соответственно, сейчас вот благодаря нашим новым системам мы, собственно, уже говорим, что мы номер два, пока номер два, на рынке уже систем для видеоконференций связи. Собственно, ну, и, как я сказал, рынок растет, поскольку он становится все более массовым, я думаю, как бы вместе с этим рынком мы надеемся как бы расти и дальше. Ну, соответственно, по мере развития рынка мы даже уходим от термина объединенной коммуникации и приходим к термину видеоколлаборейшн, ну, или, наверное, видеосотрудничество по-русски. То есть, как бы даже переименовали, в общем-то, подразделение у нас, которое занимается этим, вот, подразделение видеосотрудничества. Потому что традиционно мы, соответственно, занимались IP-коммуникациями с наушниками, затем веб-камеры, дальше видеоконференц-камеры, ну, и они становятся больше, и уже как бы полноценное решение, которое мы предлагаем, собственно, на своем оборудовании, чего раньше не могли сделать. Соответственно, вот спектр наших продуктов, которые есть, это традиционные гарнитуры, они делятся там у нас по классу хорошие, лучшие, самые лучшие, соответственно, то же самое с веб-камерами, которые вы наверняка тоже знаете, ну, и то же самое с конференц-камерами, которые, в общем-то, наша задача представить, прежде всего, поскольку это довольно новое оборудование для нас, ну, и для вас, наверное, тоже. Дальше немножко по платформам объединенных коммуникаций. А кто там играет, ну, тоже ни для кого не секрет, это Skype, Skype for Business, Cisco Jabber, ну, и Google Hangouts, в общем-то, если их четверых сложить, то, наверное, 90% где-то и получится. Там куча маленьких игроков, тоже делающих свои какие-то предложения, но, в общем-то, они уже на уровне погрешности. Соответственно, эти платформы мы тоже ориентируемся, производя свою периферию и, в общем-то, сотрудничаем как с Microsoft, так и с Cisco. Дальше, как бы, понимая, что в мире где-то сейчас насчитывается около 60-70 миллионов конференц-комнат, и только 5% из них оснащены видеопериферией, мы понимаем, что рост, в общем-то, и перспективы для оснащения, в том числе и нашим оборудованием, огромные. И, в принципе, в этой сфере мы продолжаем работать, в общем-то, позволяя вот этим облачным решением, ну, и более бюджетным, не обязательно облачным решением, с нашей периферией, в общем-то, проникать во все эти незанятые конференц-комнаты для того, чтобы там тоже было видео и полноценное сотрудничество между удаленными офисами. Это примерно как треугольник развития, не пирамида маслу, конечно, но, тем не менее, в начале видеоконференции могли себе позволить только большие начальники, они там сидели у себя, там установили такие селекторы, затем это пришло в большие конференц-комнаты больших организаций, ну, и дальше все это спускается в средние комнаты, ну, и дальше уже совсем маленькие комнаты или большие комнаты маленьких организаций, которых 70 миллионов, о которых я и говорил, и которые нам еще предстоит, в общем-то, ну, надеюсь, совместно с вами освоить, и этот рынок, в общем-то, ожидается вот такой огроменный рост, и маленькие комнаты в маленьких организациях, они сейчас вот занимают, ну, меньше трети, а будут занимать там больше двух трети этого рынка, опять-таки, по тем же прогнозам. Это наше предложение для, собственно, оборудования конференц-комнат, как я уже показывал, то есть, там оно от простейшего к более сложному, то есть, подробно пока здесь не буду, здесь примерные цены в евро и фунтах. Ну, собственно, у нас есть и в рублях, хотя, собственно, свои ценники мы здесь рекомендуем тоже в долларах. Ну, и последняя наша новинка в этой категории – это конференц-камера групп. Она у меня представлена в качестве образца здесь на стенде, наверное, уже видели. В общем-то, это как бы, ну, улучшенная версия трехтысячной, она просто содержит более качественный, скажем, видеоблок, хотя там, в принципе, то же самое, десятикратная оптика, Карл Зайс оптика, улучшенный аудиоблок, и плюс возможность добавить выносные микрофоны, чего раньше не было, тем самым увеличивая область и, ну, собственно, длину переговорной комнаты, которую можно спокойно пользоваться нашими решениями. Здесь несколько подробнее, это я уже не буду сейчас рассказывать. Ну, вот, собственно, здесь картинка, которая показывает, как микрофоны, в общем-то, позволяют увеличить область покрытия. Если так мы говорим, что где-то 6 метров и там примерно 14 участников, добавляем микрофоны, мы, соответственно, увеличиваем почти до 9 метров, и там 20 участников спокойно размещаются, то есть там даже в стационарном покрытии без движения. Дальше камера, естественно, движется, там все остальное делает, позволяя там как бы уже настраивать под то, как вам удобно. Кстати, о настройках, там где-то 5 пресетов есть уже запрограммированных, их можно менять, ну, и, соответственно, этого, в принципе, достаточно для большинства нужд вот таких вот средних. Ну, дальше можно уже пытаться играть с этим, кому нужно, но это надо отдельно обсуждать там с нашими инженерами. Такая возможность тоже существует. Осталось? Да. Соответственно, сравнение с предшественником я не буду подробно, кому надо, могу отдельно сообщить. Соответственно, еще раз, по размеру комнат нашей конференц-камеры, если маленькую, мы позиционируем там до 4 человек, чуть больше решения, она такая довольно мобильная в одном блоке, 6 человек, 14 человек, это без выносных микрофонов, 20 с выносными микрофонами, и есть отдельно продается эта ПТЗ-камера, которая, в принципе, может, наверное, покрыть и этот зал. Единственное, что аудиоподготовка должна делаться, соответственно, уже самостоятельно. Это отдельно рассказывается про эти продукты, я их пропускаю, поскольку времени у меня мало. Наши веб-камеры, вы, наверное, тоже знаете, чем они интересны, что это единственная веб-камера, которая позволяет, в общем-то, работать с кодировкой HD64, перенося часть обработки видеопотока на камеру, тем самым разгружая ресурсы вашего компьютера или ноутбука, и, в общем-то, делая видеокоммуникацию более, скажем, плавной и надежной. И, по-моему, у основных конкурентов такого, естественно, не по-моему, а точно нету, поэтому как бы 930-е, 920-е камеры, они, в принципе, рекомендуются всеми, в том числе и Microsoft, хотя мы с ними по камерам конкурируем. Соответственно, вот они так по цене тоже, соответственно, меняются, как я говорил. Хорошее, лучшее, самое лучшее, ну, самое лучшее стоит дороже. Несколько подробнее про эти камеры, в общем, все это есть на сайте у нас, соответственно, я об этом не рассказываю. То же самое про гарнитуры. Здесь мы пытаемся предложить основные решения, которые тоже конкурируют с основными производителями. Ну, Jabra и Plantronics, в принципе, у всех у них есть такие же модели. Мы под них, в общем-то, сделали ассортимент, чтобы можно было нашими решениями закрыть все потребности и не ходить к сторонним вендорам. Соответственно, о них подробнее. Отдельно немножечко вот этот спикер-фом, который тоже есть у нас, который, в принципе, отличается от конкурентов вот таким незатейливым удобством, что там можно еще вставить ваше андроидное устройство и получить сразу же одну подставку. Если используешь компьютер и на нем работаешь, ну, клавиатуру, вернее, там получается такой полноценный офис. То есть, в принципе, подключается по Bluetooth и по USB, к вашему вычислительному устройству. Ну, и отдельно есть разные кабеля, которые позволяют уже монтировать и настраивать под индивидуальные запросы. В принципе, как правило, они поставляются сторонними производителями, но сертифицированы с нашим оборудованием, и их можно тоже покупать и как бы заказывать, если нужно что-то более нетрадиционное для оборудования конференц-комнат. Ну, и, собственно, заключение. У нас есть, помимо сайта нашего, который можно найти, там logitech.com, как это называется, аппликуха для андроида, которую можно скачать везде, и там будет вся та информация, которую я вам рассказал, в общем-то, и даже обещали на русском, в вашем переносном мобильном устройстве, там, планшете или смартфоне. Ну, и помимо сайта общего, есть сайты индивидуальные с более подробной информацией, кто хочет поизучать инструкции или посмотреть картинки, можно, кто запомнит, или запросить у меня, я скину, собственно, можно посмотреть все эти детали. Ну, собственно, все. Спасибо. Спасибо, Алексей. В следующем у нас выступит Виктор Петров, компания MindLabs, расскажет про серверы видеоконференц-связи Mind как инфраструктурное решение для кодеков E-Link. Раз, раз. Итак, Виктор Петров. Добрый день, коллеги. Спасибо, что нашли силы после обеда дойти и послушать нас. Вначале хочу сказать отдельное спасибо компании IP-матики за предоставленную возможность донести до вас информацию о нашем продукте. Редко удается встречаться со всеми друзьями, партнерами, на такое мероприятие одно из предоставленных возможностей. Много встретил тех, с кем планировал встретиться в течение последних трех месяцев. Собственно говоря, я, насколько понимаю, здесь собрались представители как силовые, так и технические. И в процессе скорректировал немного свою презентацию, и мы попробуем ответить на те вопросы, которые могут возникать. А на те вопросы, которые я не смогу вам ответить, мы здесь присутствуем со стендом, присутствуют наши, мои коллеги, на которые какие-то глубокие технические вопросы, мы на них сможем вам ответить, постараемся, по крайней мере, в полной мере. Собственно говоря, о нас, о компании, кто мы, что мы, откуда мы. Компания Mind существует на рынке с 2010 года, занимаемся разработкой сервера видеоконференций, обладаем достаточно большим, на наш взгляд, опытом, значительно накопленным. Есть у нас, есть чем гордиться, например, у нас есть определенные заслуги в области массовых мероприятий, за что отмечены грамоты книги Гиннеса. Мы одни из первых, кто на российский рынок подали промышленное решение в Ultra HD, являемся обладателем патентов в области видеоконференций, и большое внимание уделяем безопасности, что тоже подтверждено рядом органов, отвечающих за сертификацию безопасности, такие как СТР, и ВИП-нет, и поддержка российских операционных систем специальных. Об этом, опять же, я повторюсь, если у вас какие-то вопросы возникают, мы их можем с вами сразу обсуждать, и мы их можем в конце наших мероприятий отметить. По нашим функционалям. Мы позиционируем наш продукт как платформу для проведения видеоконференций и вебинаров с огромными интеграционными возможностями. по сути это выражается в том, что мы можем подключить к себе практически любое устройство, передающее видео. По СИПу, по H423, либо используя WebRTC. Все, собственно говоря, и востребовано. На сегодняшний день, на наш взгляд, наиболее всеми извините за какой-то оксимарон в моих оборотах. Немного волнуюсь. Что мы, собственно говоря, видим сейчас на рынке? По моему мнению, по мнению компании, за последнее время в режиме каких-то санкций, ухудшения финансовых условий, часть заказчиков отказывается от своих традиционных решений железных вендоров, которыми они пользовались регулярно. Причин несколько. Это либо отсутствие банально денег, потому что большой железный МСЮ стоит внушительных денег. Мы с вами об этом прекрасно знаем. Либо это режим санкций, когда вроде бы как средства позволяют, но нет возможности привести это оборудование. В этом случае мы приходим заказчику на помощь, говорим заказчику, вот есть прекрасное решение Mind и есть замечательный производитель оборудования оконечного Eolink. С компанией Eolink у нас сложились теплые дружественные отношения. Компанией Eolink, обратив внимание на наш продукт пошла нам навстречу и провела ряд доработок в своем программном обеспечении, что позволило нам сделать наше решение еще более гибким с точки зрения интеграции с устройствами Eolink. Мы можем к себе подключить как любые кодеки Eolink, так и мы можем интегрироваться с телефонной станцией, с PBX. По сути любым, но с Eolink это у нас происходит практически по щелчку, давайте так назовем. Собственно говоря, функционал нашего MCU отражен на слайде. мы предоставляем возможность проведения видеоконференции вплоть до высочайшего качества Ultra HD, есть возможность демонстрации документов рабочего стола, чат встроенный, опросы голосования, собственно говоря, все это вы прекрасно видите на своем слайде и наверное нет необходимости его перечислять все. Наиболее интересным нам видится как раз этот слайд, который иллюстрирует наши возможности. Что мы можем? Мы можем интегрироваться в случаях, когда вы приходите к заказчику и у заказчика нет никакой инфраструктуры, мы можем ее собственно говоря создать с ноля используя в качестве ядра наш MCU и в качестве конечных устройств какие-то устройства E-Link. Это могут быть либо видеотелефоны, что в принципе немного странно в случае проведения видеоконференции, либо это могут быть кодеки в случае, когда вы строите традиционную видеоконференцию с переговорками. Ну и также есть возможность и востребованная возможность подключить всех участников, и у моих коллег, которые будут выступать позже из компании TrueConf, как раз они будут говорить о том, что можно видеоконференцию расширить на всех участников компании, если у заказчика есть такая возможность. Правильно, Дмитрий, понимаю, да? Угадал по названию. Мы можем подключить, как я сказал, сотрудника по WebRTC с веб-клиента, либо это может быть мобильный клиент, либо в режиме аудиоконференции из города откуда-то снаружи. Также, если у заказчика уже есть какая-то инфраструктура, и она по каким-то причинам перестала соответствовать потребностям заказчика, а тут может быть несколько причин, это либо устаревшее оборудование, либо поддержка старого MCU аппаратного становится довольно тяжелой для заказчика с точки зрения денег, поддержания лицензии, техподдержки и так далее. Либо заканчивается емкость, ну, например, и расширение емкости этого MCU, например, если взять пример, ну, например, поликом, расширение RMX полуторатысячного до двухтысячного стоит довольно внушительных денег, порядка 200-150 тысяч долларов в листовых ценах. Мы можем предложить заказчику очень удобную, элегантную схему, когда у заказчика остается его старый MCU с какой-то периферией, мы становимся рядом со своей периферией, и все это вместе работает, как и работало, но решение становится более масштабируемым, более гибким, и у персонала заказчика эксплуатирующего решения перестает болеть голова. Мы видим в этом наиболее больший выхлоп с точки зрения продаж. я в компании отвечаю за развитие бизнеса и за развитие партнеров, и очень большое внимание уделяю как раз таки вот этой части, в том числе нашего бизнеса. Мы разработали на мой взгляд довольно мощную программу защиты проектов, то есть у нас партнеры, которые регистрируют у нас проект, там исключены какие-либо махинации со стороны нечестных поставщиков, невозможно поставить решение по каким-то ценам, которые не удовлетворяют требования наших защищенных партнеров. Мы отказались от работы от прямых продаж и видим в этом нашу отдельную ценность с точки зрения работы с нашими партнерами. У нас есть несколько дистрибьюторов, которые поставляют наше решение, а вы уже можете формировать в том виде, как вам больше всего это нравится, какое железо выберите. И в комплекте с кодеками E-Link это решение становится более выгодным и интересным с точки зрения денег. Так, собственно говоря, кроме того, что касается работы с партнерами и работы нашего решения, предложения, мы прям настаиваем. По крайней мере, я разговариваю со всеми партнерами и те, кто здесь присутствует, с кем мы уже работаем, подтвердят. Первое, с чего мы начинаем разговор, попробуйте, разверните, потестируйте. Как правило, вопросы, все сомнения отпадают и у партнеров, и у заказчиков после того, как они увидели это решение, потому что в принципе видеоконференция такое решение, о котором рассказывать на пальцах, вот там знаешь, ты нажмешь кнопку, а там вылезет говорящая голова, довольно сложно. Дайте заказчику потрогать, посмотреть, пусть он его покрутит и, собственно говоря, скажет, да, мне это нравится, либо нет, мне это не нравится, либо я хочу такое же, но с перламутровыми пуговицами, и мы попробуем этот вопрос вместе с вами решить. Вопрос будет ровно, сколько это денег будет стоить, эти самые пуговицы. Собственно говоря, наши конкретные преимущества по сравнению с железными производителями разными тяжелыми СИЮ, это, безусловно, какое-то отсутствие эксплуатационных затрат, но здесь мы говорим о том, о чем я сказал, это поддержка сервисная тяжелых каких-то кодеков, кодеков, извините, МСЮ становится, на сегодняшний день, если смотри, даже не хочу фамилии называть, но ЦИСКО и Поликом, в некоторых случаях становятся для заказчика довольно тяжелыми. Есть ряд заказчиков, которые отказались уже от этих решений и смотрят в сторону каких-то либо более дешевых, либо смотрят в сторону облачных решений. Это право абсолютно всех заказчиков. Мы тут никаким образом им не можем ни помешать, ни запретить, а можем только что-то подсказать каким-то дельным советам. И отдельная ценность наша это все-таки гибкость в развертывании и тюнинга решения именно под задачи заказчика. Мы можем сделать и это подтверждено повторюсь нашим опытом. Мы можем сделать массовые мероприятия. Мы с этими задачами справляемся. У нас есть большое количество партнеров, которые могут предложить вам серверные решения, уже готовое законченное решение. Это будет коробка, на которой будет написано mind и вы сможете поставить заказчику уже законченное готовое железное решение. Коллеги тоже здесь присутствуют. Если кого-то это заинтересовало, я вас познакомлю. Растерялся, пока рассказывал. Отдельно хочу еще отметить нашу работу все-таки с мобильными устройствами. Мы поддерживаем как Android, так и iOS, и собственно говоря, как в облачной инфраструктуре, так и собственно говоря, в закрытых сетях в решениях закрытых внутри сети мы приложения поддерживаем и это заказчикам в некоторых случаях бывает востребовано. И мы можем подать картинку и тоже подтверждено более сколько у нас? 100? Одновременно более 100 участников на экран. Тут важно понимать, что мы можем и тысячу подать на экран, на экране будет ничего не видно, потому что размер картинки будет нечитабелен. Собственно говоря, что касается давайте мы вернемся к этому слайду, еще про Ялинк отдельно я хочу отметить, что наши тесты и тесты наших партнеров оборудования нашего оборудования Ялинк и нашего МСЮ заслуживают самые высокие оценки и на сегодняшний день мы можем смело сказать, что Ялинк наиболее подстраиваемый, наиболее легко встраиваемый в нашей инфраструктуру вендор производитель аппаратных решений. В том числе и здесь ранее коллеги рассказывали о системах видеонаблюдения есть возможность и подать картинку из системы видеонаблюдения в режим видеоконференции если такая задача есть и заказчик может что-то обсудить. Например, мы можем решить практически любую задачу. Собственно говоря, я, наверное, на этом бы свернулся. Если у вас какие-то есть вопросы, я на них готов ответить. Если у вас сейчас вопросов нет, то в кулуарах на нашем стенде, пожалуйста, мы присутствуем с коллегами Алексеем Выковым. Алексей у нас руководитель отдела пресейл. и все как раз задачи связанные с решением нетривиальных вопросов и на них отвечает Алексей, а на вопросы связанные с бизнесом, с деньгами Вы будете сталкиваться со мной. Коллеги, вопросы есть? Да? Наверное, каким-то образом микрофон надо... Леонид, меня зовут, компания Unit Solutions. Собственно, у меня вопрос касательно первого это интеграция с аппаратными терминалами. Во-первых, системные требования при интеграции с аппаратными терминалами и какое максимальное количество устройств продукт вас поддерживает и максимально протестированное при этом гарантирующее хорошую производительность. И второй вопрос сразу задам. Собственно, самые частые вопросы у конечных заказчиков это чем программные решения отличаются? Вот Skype есть? Ну, я еще там Skype for Business знаю. Про это вопрос. Хорошо. Начну с середины. Максимальное количество устройств, которые мы поддерживаем. В теории оно не ограничено. и подтвержденное нашим опытом количество подключений на сегодняшний день, опять же, если в режиме вебинара, как я уже рассказывал, мы получили рекорд в виде более 12 тысяч участников было подключено. В режиме видеоконференции на сегодняшний день то, что мы протестировали и своими глазами видели, это 100 человек и более. В теории их может быть неограниченное количество. И тут мы отвечаем на вопрос про аппаратные требования. Аппаратные требования складываются из, собственно говоря, задачи, из того, что мы подключаем. Если мы подключаем аппаратные кодеки, то там требования к серверу, к ядрам довольно внушительные. если это в WebRTC идет, то и они там пониже. Есть методика расчета, есть доступные материалы, у вас контакты мои все будут по итогам, мы готовы с ними поделиться. Что касается чем мы лучше, чем другие, например, чем довольно справедливый и частый вопрос, а вот Microsoft, а вот Skype for Business. Но по нашему мнению Skype for Business это не промышленное решение, это все-таки решение какой-то уровня СОХа. И тут есть несколько моментов, сильно нас отличающих от этого решения. Во-первых, качество картинки. Мы можем подать качество картинки Ultra HD на всех. Skype for Business, я не знаю, он там HD вообще поддерживает, он по-моему SD только поддерживает. А? А, ну, спасибо, хорошо, поддерживает Full HD. А кто-нибудь живьем видел на 8 участников Skype for Business Full HD? Собственно говоря, хорошо, 5 человек максимум. Наш опыт продаж и то, что мы продаем, мы видим, что видеоконференция продается в среднем от 5 до 20 участников конференции. И мы везде поддерживаем картинку вплоть до Ultra HD. Тут, опять же, я вернусь, нагрузка связана именно с серверной частью. И заказчик формирует свои пожелания, исходя из своих серверных возможностей. Я уже несколько раз сталкивался с партнерами, с заказчиками, которые мне говорили, мы хотим, чтобы у нас везде было Ultra HD, мы хотим, чтобы у нас прям волосинка к волосинке. По факту в поле каналов не хватает, серверов не хватает и по сути в офисе нужна такая труба, которая очень быстро заканчивается. Виктор, я очень извиняюсь, у нас вышло время презентации, на самом деле уже превысили даже лимит на 2 минуты. Давайте, может, действительно все вопросы по этому интересному решению можно обсудить в нашей демозоне, если вы не против. А сейчас мы приглашаем уже на сцену Анну Мжельскую, коммерческого директора ОМИКО. Она нам расскажет про то, что можно получить от интеграции 11 станций Ястар. Виктору предлагаю поаплодировать за его интересное выступление. И пока она готовится. Друзья, остальным спикерам хочу напомнить, что не забывайте проверить, вспомнить отдалю свою презентацию, если нет, быть готовыми. И взять с собой на сцену в порядке своей очередности. А сейчас Анна Мжельская. Итак, коллеги, добрый день. Спасибо, Илья, что представил меня. На самом деле я не знаю, от чего мне сейчас больше страшно от того, что вы такие высококвалифицированные специалисты, преимущественно мужчины, или от того, что я стою на 10-сантиметровых шпильках лобутенов. Я не очень хочу, чтобы произошло так же, как в клипе. Поэтому давайте начнем. Надеюсь, мой доклад будет вам полезен. Итак, да, и, конечно же, я хочу поблагодарить Усова Михаила и, соответственно, всю команду IP-матики за то, что позвали нас докладывать. Мы достаточно часто выступаем в составе их презентации. Возможно, кто-то из вас нас уже знает. Итак, меня зовут можно просто Аня. Моя компания уже больше 10 лет занимается интеграцией и автоматизацией бизнесов на программах семейства 1С-предприятия. А вот более 5 лет назад я и моя команда, которая изображена на слайде, начали развивать тему интеграции 1С-телефонии. На сегодняшний день вообще меня слышно, хорошо? Все проснулись из-за шутки про лобутен, нет? Кто-то не знает, мне что-то скажу. Итак, на слайде изображено наше решение. Сейчас оно имеет еще одну форму, которая будет дальше представлена на слайдах. О наших достижениях тоже кратенько. Мы получили несколько сертификатов в 1С-совместимы, что подтверждает наши компетенции. Мы имеем строчки в прайс-листе фирмы 1С, и, конечно же, мы являемся центром разработки тиражных решений 1С. В прошлом году мы этим очень гордимся с помощью компании E-P-MATIC и компании E-STAR, их специалистов. Мы преодолели языковые барьеры, барьеры фирмы 1С и интегрировали, точнее, сертифицировали интеграцию станции E-STAR серии U100 и 1С. Об этом есть официальный документ. К сожалению, у меня на слайдах его почему-то нет. Итак, на данный момент мы очень часто выступаем, много ездим, мы встречаемся с владельцами бизнесов, и они все в один голос говорят, что кризис, продажи падают, все очень плохо. Да, кстати, мой доклад не будет иметь никаких технических сложностей, я буду рассказывать истории, которые случаются со всеми компаниями. Итак, все говорят, что кризис, мы говорим, что кризис это голодные игры, это когда с вас требуют гораздо больше компетенции за меньшие деньги. Ну и что в этом случае нам необходимо делать? Нам необходимо автоматизировать системы, соединять их в единые центры и повышать качество наших сервисов, повышать лояльность наших клиентов и уменьшать потери и прибыль. Не уменьшать потери, извините. И увеличивать, конечно же, прибыль. Чтобы не быть голословной, на следующем слайде изображено то, как построена внутренняя система автоматизации в нашей компании. Не буду вас долго утомлять, то есть в центре у нас сером-системы фирмы 1С, она соединена со многими другими программами фирмы 1С, с системами лицензирования и, конечно же, интеграцией с 1С-телефонией. Сегодня я хочу как раз поговорить о проблемах, которые я обнаружила в одном из исследований компании Comagic. Всем видно там циферки, я потом буду рассказывать. Смысл этого слайда в том, что 80% заказов, которые фирмы получают, да, из которых они имеют прибыль, происходит все еще по телефону. И согласно этому исследованию на некоторых этапах мы теряем два из трех заказов. Это, конечно, грустная цифра. Сейчас я буду рассказывать, как мы смогли с помощью интеграции 1С-телефонии преодолеть те или иные барьеры. Интересно вообще? Проснулись после обеда? По исследованию компании Comagic 26% клиентов мы теряем из-за непринятых звонков. Кто считает непринятые звонки? Поднимайте руку, не стесняйтесь, зарядка. Отлично. А вы как как вы их считаете? Статистика в Астрийске это очень здорово. А вы знаете, к кому вы не дозвонились? Кто вам не дозвонился? Отлично. И караете, да? Давайте я дальше продолжу. К сожалению, я там не очень хорошо с Астрийском знакома изнутри и не смогу вам технических каких-то подробностей рассказать. Итак, мы интегрировали нашу систему 1С с телефонией и собрали некоторую отчетность по станциям. И вот этот отчет мы собрали по пропущенным вызовам, то есть и от неизвестных клиентов, и от наших клиентов, которые с нами достаточно часто работают. И что мы видим? То есть клиент два раза нам пытался дозвониться, но никто ему не призвонил, никто никак не среагировал. Это, конечно, очень грустная история, потому что мы тратим очень много денег на рекламу, так же, как и вы, скорее всего. То есть это реклама в директе, наружная реклама, реклама в дворце, медиареклама, баннерная реклама, все что угодно. И кто-нибудь когда-нибудь считал, сколько стоит у нас один пропущенный звонок? Сколько? Это я знаю, ты мой директор. Мы считали в среднем, у нас получилось 5000 рублей. И как раз вы, наверное, очень хорошо автоматизированная компания, потому что вы прям опережаете мои слайды. Отлично. Да, я закончу здесь, да, и потом мы с вами сможем пообщаться. Итак, вот все правильно говорит коллега, да, что... Товарищи мужчины, верните презентацию. Да, давайте. Понимаете, вот я, возможно, ошибаю, но мне кажется, что большинство здесь в основном интеграторы, а не конечные потребители. То, что вы сейчас рассказываете, это очень хорошо именно для конечного потребителя, который думает, как сэкономить деньги за счет непотерянных звонков и тому подобное. Мы зарабатываем за счет того, что вот если вы нам расскажете, что мы сможем вместе с вами заработать, то есть ваши скидки, ваши предложения, ваше партнерское предложение, как тоже самый Минт. Кстати, Минт выступал тоже, да, то есть вот я с ними работал, у них достаточно хорошие скидки, на них можно зарабатывать. Вот при партнерстве с вами, что мы будем зарабатывать? Мы отдаем вам клиента, вы ему интегрируете, и мы просто с вами дружим, или вы отдаете нам скидки где-то порядка 30-50% и так далее? Раз, два, три. Нет, смотря как вы хотите, то есть есть проекты, которые нам просто передают клиентов, именно партнеры компании IP-матик, они имеют 45% скидки на наши продукты, если они сами продают, некоторые просто передают клиентов, мы отдаем клиентов компаниям, которые занимаются IP-телефонией, для того, чтобы они настраивали станцию клиентам, либо какое-то решение, ТС-ку, соответственно, они там тоже зарабатывают, со всеми партнерами по-разному, как хотите, так и договоримся. Вы же подойдете ко мне? 50% Вы меня троллить будете? Сегодня у меня и так тяжело, я одна девушка выступаю. Ладно, вторая. Мы закончились? Не совсем, я жду вашего конца. за что же вы так меня? Ладно, с вашего позволения я продолжу рассказывать про колл-трекинг и все остальное. На самом деле, когда мы готовили презентацию, то есть мы с Ильей разговаривали очень долго о том, какая она должна быть. Я могу рассказывать, как встраивать это в 1С и про кнопки, и про код 1С. Мне это совершенно не сложно, потому что я действительно у истоков проекта, я могу все рассказать. Но обычно никто это не слушает, но по-честному. Потому что всем интересны именно цифры, а я рассказываю о том, какую выгоду вы можете получить и дать своим клиентам, исходя из именно продаж, потому что действительно они сейчас очень многих всех занимают. Я продолжу про колл-трекинг. То есть для тех, кто не знает, колл-трекинг бывает статический и динамический, и, соответственно, при использовании статического колл-трекинга, это когда вы каждому своему рекламному каналу даете определенный номер. Наши технические специалисты смогли вытянуть эту информацию к нам в 1С, и теперь мы точно можем посчитать, сколько стоит у нас клиента из каждого, соответственно, источника рекламы. Ну и это еще не все. У нас есть еще такие вот пропущенные звонки. Если вы используете как бы... Что с моим микрофоном сегодня? Если вы используете какие-либо... Раз, два, три. Спасибо. 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 Итак, они сегодня просто очень хотят сорвать мне выступление. Итак, что мы предлагаем? Мы предлагаем завязать мотивацию ваших сотрудников не только на план продаж, который вы получаете от них, то есть действительно прибыль, которую получает компания, но мы завязываем KPI наших сотрудников на звонки и процент звонков, отвеченным к неотвеченным, считаем неотвеченные звонки, неправильно зарегистрированные контакты. Потому что если они все это не выполняют, то, соответственно, мы не можем оценить упущенную выгоду. То есть каждый пропущенный звонок, и мы считаем, что это упущенная выгода, неважно, с каким вопросом нам могли его позвонить. Итак, далее. 19% клиентов теряется на медленное обслуживание. Причем медленное обслуживание – это не только ожидание на линии, но и это поиск информации вашего менеджера в базе, какой-то информации, которой необходима клиенту. Нерезультативные переводы на сотрудников. Извините, наверное, там Ваня на обеде, поэтому мы не можем вас там перевести на него. Что мы предлагаем? Итак, при звонке наш сотрудник всегда знает, с кем он говорит, и у него сразу же всплывает документ, в котором мы собрали все документы по клиенту, который нам позвонил. И, соответственно, менеджер сразу сможет предоставить нужную информацию клиенту, и за счет того, что в нашем решении классическом панели телефонии для 1С видны статусы сотрудников, он не будет переводить и футболить клиента от одного менеджера, занятого к другому. Но мы считаем, что, соответственно, на этом мы много выигрываем времени, до 35 секунд на каждый звонок. И у меня есть еще классная история, случилась она с нашим генеральным директором, ну и со мной тоже случалось, давайте лучше про себя расскажу. Я очень хотела взять квартиру в ипотеку, и поэтому, как и все, там 5 заявок на 5 сайтах банков, кто-то мне позвонил, я перезвонила, и что получается? Я тут же перезвонила, и мне выкинули в очередь, в которой я была 50-й. Ну, это очень странно, потому что у них была информация о том, мой номер телефона, информация о том, что мне нужен кредитный отдел, все мои контактные данные, они не могли меня перевести на ответственного менеджера. Соответственно, в нашем решении есть классическая форма умной маршрутизации, которая переводит звонки уже известных вам клиентов на ответственных менеджеров, указанных в их карточках, без участия секретарей или голосового меню. Это очень удобно, но здесь мы тоже пошли дальше, потому что мы очень любим что-нибудь разрабатывать. Что мы сделали? Мы сделали действительно умную маршрутизацию, которая маршрутизирует звонки на основании весов документов, которые забиты в вашей базе данных. То есть, грубо говоря, если сегодня Света забила счет, а Петя отправил письмо, то, скорее всего, клиент будет звонить Свете на счет счета. Поэтому мы будем переводить автоматически клиент на Свету. Клиент будет очень доволен и не будет тратить никаких нервов и времени нашего сотрудника. Лояльность сильно повышается, а у нас еще есть такая штука, то есть, у нас в реальном времени происходит генерация голосового меню по тексту. То есть, во время звонка нашим сотрудникам говорится то, что вы, скорее всего, хотите, нашим клиентам говорится, скорее всего, вы хотите поговорить с Мжелевской Анной, либо с Портновым Алексеем. И все это на основании генерации речи по тексту. Итак, далее. Некомпетентность наших сотрудников. Скорее всего, вы все, как технические специалисты, пишете звонки ваших клиентов с сотрудниками. А кто-нибудь их слушает? Это очень мало. То есть, вы тоже не знаете, о чем у вас говорят сотрудники с клиентами. Это грустно, конечно. То есть, мы тоже все это пишем и интегрируем запись разговоров внутри 1С. Чем это хорошо? То есть, у нас была ситуация, что мы пытаемся тоже развивать партнерскую сеть, но пока не очень получается. Пока приходится продавать самим, и, наверное, у коллеги нужно узнать, как все-таки перестать продавать самим. Соответственно, была история, когда клиенты, партнеры и наши сотрудники, три компании и несколько менеджеров общались между собой и очень сильно запутались, кто виноват, кто прав. Могло дойти дело до суда. И поэтому мне пришлось сесть и прослушать записи разговоров, которые были привязаны к соответствующим карточкам клиентов в нашей базе 1С. Когда мы успешно разрешили данную ситуацию, отправив просто записи всем сторонам, я была в ужасе от того, сколько бы мне понадобилось времени, чтобы найти все эти записи разговоров с нашим администратором, если бы они не были привязаны к 1С. Также мы с помощью нашей панели из функции супервизора обучаем новых сотрудников. То есть достаточно дорогое время в высококвалифицированных сотрудниках, и мы сажаем стажеров слушать разговоры наших старших коллег, а потом они совершенно спокойно начинают общаться с клиентами сами, потому что с помощью функции шепнуть коллеге старший коллега всегда ему сможет помочь. Но больше мы не ходим на совещания и не зовем особо много клиентов к нам в офис, потому что у нас теперь есть функция генерации конференции прямо из предприятия в один клик. Ну, конечно, мы можем сюда, наверное, еще видео встроить. Коллеги говорят, что это классно. У меня там осталась одна минута. Про 55% я тоже сейчас расскажу быстренько. 55% — это нет технологий, нет инструментов для продаж. Что мы делаем в Одинессе? То есть мы делали хороший проект компании, которая занимается микрозаймами. То есть, чтобы вы понимали, у них не 100 контактов в базе данных, а 1000 контактов должников, и их операторы обзванивали клиентов вручную. Мы им внедрили наше решение классическое — звонок в один клик из Одинесс. Но, к сожалению, это им чуть-чуть только помогло. Тогда мы сделали автоматический обзвон по имеющимся базам. Соответственно, во время станции начинают обзванивать клиентов в автоматическом режиме, и как только должник отвечает, его соединяют с оператором. Это существенно повысило конверсию их, и, соответственно, увеличило скорость проработки базы. Для этой компании эта скорость была как раз прямыми деньгами. Про скрипты не буду рассказывать уже, я расскажу как раз про то, как партнериться и так далее. Потому что это, скорее всего, интересует всех больше всего. Итак, на слайде у меня хмячок. Никто не боится, я надеюсь. Это открытый код Одинесс. Что я могу сказать про партнерство как раз? У нас есть несколько форм партнерства. За счет того, что код Одинесс открыт, любой из 100 тысяч, наверное, специалистов Одинесс, программистов может дорабатывать это решение на базе нашего классического решения. И вы можете выбрать удобную для вас форму партнерства. То есть вы можете партнериться с нами, либо партнериться с нами по скидкам. То есть мы даем скидки 45% на наши продукты, на лицензии наших продуктов. А вы можете выбрать, мы будем внедрять вашим клиентам, либо будет внедрять какая-то компания, которая находится в вашем городе. Ну, либо вы можете написать мне. Соответственно, я могу подумать о том, что вы мне предложите, и, может быть, мы выведем какую-то новую форму партнерства. Я очень хочу, чтобы вы задали мне какие-нибудь вопросы, потому что у меня очень нестандартное выступление получилось сегодня. Коллеги, давайте один вопрос, не больше. На самом деле у нас уже вышло время этого выступления. На линуксе работаете? Нет, меня интересует не веб-предложение, меня интересует систему поставить на сервер, который работает под линуксом. Друзья, давайте вопрос с техническими специалистами решим как-то частно на порядке. Просто в любом случае, все, кто в зале, не слышат ответа Алексея. Мне кажется, что лучше будет. Давайте перейдем к следующему выступлению, раз мы ограничены во время. Я думаю, вы сможете все равно пообщаться. Денис Хабибуллин, генеральный директор ООО «Информационные технологии коммуникации», расскажет про интеграцию наших АТС с CRM-Bitrix24. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я расскажу вам про интеграцию BITRIX24. Это CRM-система компании 1S BITRIX. Как именно интегрировать, какие варианты для облака, для коробки. Есть два решения – облачное и коробочное. Немножечко постараюсь объяснить, как позиционировать продукт. Здесь сложность в том, что для облака, например, продает решение сам BITRIX. На этом вам сложно заработать. Но, тем не менее, есть варианты, как получить дополнительную прибыль с вашего потенциального клиента. Мы это обсудим. Три варианта, по сути, интеграции. Первые два – это для облачного решения. Есть встроенный модуль телефонии в самом BITRIX. Он позволяет подключать любые АТС по SIP-протоколу. Есть ограничения, конечно, там, например, с некоторыми провайдерами они не очень дружат. Это Beeline, насколько я помню. Они советуют к нему подключаться через какую-то стороннюю АТС, типа Астериска, либо вашей АТС. Но, в целом, это решение работает. У него, конечно, плюсы значительные – это удобная интеграция. То есть, это родное решение самого BITRIX. Хорошо открываются окошки. То есть, все красиво. Это удобно для конечных пользователей. Но минус в том, что, так как решение облачное, и его нельзя настраивать дополнительно, редактировать как-то сам код программы. Его минус в том, что он работает только по одному алгоритму. То есть, там, раскидывает звонки на всех менеджеров. Соответственно, совместно с компанией IP-Матика, они нам предложили сделать модуль интеграции с BITRIX, облако. И мы разрабатываем такой модуль. Он в процессе, в ближайшее время планируется его публикация в Marketplace BITRIX. Этот процесс может занимать несколько месяцев. То есть, реальный срок, через 1-2 месяца должен появиться модуль, который интегрирует непосредственно ATS EASTAR и BITRIX облако. Плюс этого решения в том, что будут гибкие настройки по логике работы с входящими и исходящими звонками. Входящие звонки, например, можно будет сразу перекидывать на ответственного менеджера. То есть, минуя секретаря, он сразу же, звоночек идет на менеджера, если он зарегистрирован в системе. Другой вариант – это переключать на какого-то сотрудника одним кликом, смотреть при входящем звонке, смотреть базу клиентов и отбирать, какие именно, например, нашел он контакты, сделки и лиды по конкретному одному номеру телефона. И, соответственно, менеджер может на входящем звонке выбрать, провалиться в эту сущность CRM-системы, например, лид, и там уже посмотреть информацию подробнее, по какому вопросу звонил клиент, что ему нужно, и дальше уже общаться более предмета. То есть, сокращается время реакции на звонок. Как продавать это решение непосредственно вашим клиентам? У нас бывают запросы. Люди, конечно, ищут CRM-систему, но им нужно подключить запись звонков к CRM-системе. Раньше мы продавали Астриск. Это решение очень неудобное для заказчиков. Вы понимаете, я думаю, лучше меня, почему. Очень сложно администрировать, постоянно какие-то модули отваливаются. Когда мы познакомились с компанией EPMATIC, узнали про их продукты замечательно, мы были очень довольны и сразу стали рассказывать про ATS EASTAR, который продает компания EPMATIC. Это намного удобнее. Во-первых, не нужно системного администратора, по сути, если настроено решение, оно работает железно. В отличие от Астрика, который нужно обновлять постоянно. Соответственно, мы сейчас предлагаем это решение. Планируется интеграция для всех моделей ATS, как для самых младших моделей, это SOHO, по-моему, у вас, и для совсем новых ATS, которые работают уже на новом протоколе ASTRISK. Для всех них поддержка планируется. Единственное, для младших моделей, возможно, как-то откручим запись звонков, потому что может не потянуть железку. Но это сейчас предмет тестирования. Я точно не могу обещать, что запись будет работать на всех ATS. И третий вариант интеграции Bittrex ATS – это использование коробочной версии Bittrex. По сути, это отдельный продукт, который стоит на сервере заказчика, позволяет полностью редактировать код CRM-системы. То есть там мы можем сделать полную интеграцию. Какой-то скачок напряжения, он, по-моему, отключается. Итак, для коробочной версии Bittrex мы можем сделать любую интеграцию, любую логику. То есть здесь вы можете предлагать клиентам, если он сидит на облаке, позадавать вопросы. Можно с помощью нас проконсультируем вашего заказчика и, разумеется, договоримся об агентском вознаграждении. То есть можно таким образом зарабатывать на вот этих модулях. Решение именно коробочное позволяет автоматизировать любые бизнес-процессы заказчика. То есть, например, есть запрос от проектных организаций, которые нужно вести не только продажи в CRM-системе, но и непосредственно введение проекта. То есть проектную документацию сохранять, смотреть сроки, контролировать их выполнение. В облачном это можно сделать в полуручном режиме с помощью задачек. В коробочном решении можно отстроить бизнес-процесс очень подробно. То есть здесь будет, например, можно добавить калькулятор услуг, когда по каким-то входящим параметрам рассчитывается коммерческое предложение, готовое, и на основании этого КП готовится договор. То есть не нужно ручной работы для того, чтобы специалистам готовить КП и договор. Немножко подробнее рассмотрим настройку облачной версии Bittrex, той телефонии, которая встроена непосредственно в Bittrex. Шаги и настройки очень просты, они показаны на слайде со скриншотами. Хочу сказать вам, как техническим специалистам, это по сути АТС, которая работает на стороне Bittrex. У них там какая-то АТС, и вы настраиваете некий транк, то есть некий сиплиник, которым их АТС подключается. И выходит, что трафик идет через эту АТС. То есть ваш заказчик платит за этот модуль интеграции и за некий трафик, который идет через них. В этом дополнительный минус этого модуля. То есть не всем это нравится, платить дополнительно за этот трафик. Поэтому было решение, что сделать еще один модуль. Ну и плюсы и минусы этого решения чуть подробнее. Плюсы то, что заказчик получает запись звонков сразу же в сделке. То есть удобно находить эти записи звонков. Входящее окошко отображается сразу в таком виде, в черное окошечко. Это входящий звонок сразу же вам показывает, какие именно события есть по некому входящему звонку. Если же номера входящего нет в базе CRM, то можно сделать, например, автоматически создать лид. И у вас потом менеджер посмотрит эти лиды автоматически созданные и сможет перезвонить этим заказчику. То есть минимизируется потеря пропущенных звонков. Из минусов, то что я называл, это оплата дополнительно исходящих звонков и нет настраиваемой логики работы этого модуля. Мы плавно переходим к разрабатываемому модулю. Здесь мы стараемся учесть те недостатки, которые есть в существующем модуле Bittrex. С помощью гибких настроек планируется сделать возможность, например, входящий звонок, чтобы шел либо на ответственного менеджера, если он в системе есть, либо на группу менеджеров. То есть это настройкой можно делать. Переадресация звонков на технического специалиста. Прямо из CRM-системы, не нажимая на телефоне внутренние номера. То есть это сама CRM-система вам подскажет. Из минусов можно сказать, что так как Bittrex Облако очень закрытая система, они по сути не дают доступа к размещению кода на своей стороне, то приходится делать внешний сервер, который будет обрабатывать события как с ATS, так и с Bittrex. То есть это возможная потенциальная точка, узкое место, если будет очень много трафика, если, допустим, 50 линий одновременно звонков и много клиентов звонящих. Это предмет тестирования. Мы планируем запускаться постепенно. Сначала, если у вас есть клиенты, которые не хотят использовать встроенную телефонию Bittrex, но хотят какое-то более бюджетное решение, более адекватное, можно к нам обратиться. Мы с ними сможем совместно потестировать, насколько их устраивает это решение, и доработать, если будут какие-то недостатки. То есть запуск планируется постепенно, чтобы исправить возможные недочеты, если они вдруг возникнут. Ну и приложение для коробочной версии Bittrex 24. Он называется корпоративный портал 1S Bittrex, либо коробочный Bittrex 24. Это дорогое решение, относительно облака. 25 пользователей стоит 220 тысяч. Но это решение подходит для практически любой сферы деятельности компании. Мы автоматизируем, и автодилеры можем автоматизировать, и производственные компании, которые нужно отслеживать все свои бизнес-процессы, они в 1S не все вещи могут отследить. Есть, конечно, 1S CRM различные, но кому-то больше нравится веб-интерфейс. Bittrex более приятный интерфейс в плане юзабилити, он получше, я считаю. Соответственно, для таких компаний, которым нужна хорошая интеграция и доработка под их бизнес-процессы, это нужно брать однозначно коробочную версию. Каким образом вы можете зарабатывать? Первое. Для бюджетных клиентов, которые не готовы брать коробку и используют облако, вам очень легко сказать, почему именно лучше брать продукты Eostar и P-матики, чем Open Source. Потому что, во-первых, легче поддерживать ненужность системного администратора дополнительного, настроили, у вас все работает, готовая интеграция из коробки. Плюс можно продавать работы, то есть мы можем вам помогать это делать. Если вы даете контакт потенциального клиента, мы, соответственно, выясняем, что можно сделать этому клиенту и агентский процент, агентское вознаграждение вы получаете. Для коробочной версии схема аналогичная, но там продажа модуля будет также идти через Bittrex. Здесь, как, например, с компанией Meco, которая до меня выступала, мы не можем вам предоставить такую скидку на модуль, потому что этот модуль продается в самом Bittrex. Но вы можете заработать на самих работах, которые мы выполним для вашего заказчика. Обращайтесь, эти варианты вполне приемлемы. Например, по проекту Корппортал. Обычно, если люди берут корпоративный портал, самый минимальный проект – это примерно 500 тысяч. То есть сама коробка 200 тысяч, работы 300 – это чтобы более-менее работали у них бизнес-процессы. Если компания от 50 и выше, то проект уже значительно стоимость его увеличивается. То есть это потенциальный вариант для зарабатывания. Собственно, тема у меня довольно-таки короткая. Я рассказал по всем возможным вариантам подключения Bittrex. Пожалуйста, задавайте вопросы, если они есть. Так, микрофончик дадите. Да, слушайте, они… Раз, раз, раз. Денис, вопрос такой. Вы сказали, что планируется модуль для АТС. Этот модуль как? Будет встраиваться в само ядро АТС? Или это будет какое-то внешнее приложение? Ну, допустим, у компании в свое время они продавали такой продукт, как CRM-GTV. Это не что-либо, а как бы такой шлюз между АТС и внешним. То есть вот этот модуль как будет работать, то есть он как будет интегрироваться в саму АТС, или это будет внешнее приложение. И параллельно, если этот модуль будет интегрирован в АТС, то как он будет работать с облаком в плане защищенности информации? То есть будет ли там какой-то туннель передаваться, либо какие-то сшифрованные команды? Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Во-первых, используется для передачи данных HTTPS, то есть канал шифрованный между сервером. Ну, первый вопрос. Сервер этот, который промежуточный между телефонной станцией и Bittrex. Да, он промежуточный. Варианты мы рассматривали, что делать интеграцию непосредственно на АТС. Это возможно, возможно это сделать, но дополнительная будет нагрузка на саму АТС. Мы решили, что все-таки для наибольшей совместимости сделать решение с промежуточным модулем. Оно имеет свои плюсы и свои минусы, но самый основной плюс это то, что будет работать для максимального количества клиентов. То есть веб-браузеры, то есть задача была сделать не просто для одного браузера, например, Chrome, либо там Mozilla, а сделать, чтобы работало для всех. У этого решения есть свои минусы. Понятно, что узким местом становится наш сервер, но он решается с помощью кластеризации. Мы это продумывали. То есть ставится несколько серверов, и вы спокойно можете работать, даже если один из серверов либо дата-центров отключился. Понятно, что так как продукт новый, мы не можем спрогнозировать, насколько это будет хорошо работать. Например, есть коллеги, у них облачный АТС, у них почему-то модуль не пошел. То есть клиенты жаловались на работу их модуля, который они подобным образом разработали. В итоге они стали советовать внутренний модуль Bittrex. Я примерно представляю, почему так произошло. Скорее всего, началась потеря событий с АТС, и, например, событие входящего звонка пришло, но из-за большой нагрузки оно потерялось. То есть клиент не получил уведомления, не всплыл окошечко. Мы это сможем установить только экспериментально, посмотреть трафик, теряются ли события. Но мы с учетом негативного опыта наших коллег стараемся избежать таких проблем. И поэтому я говорил, что мы сначала будем хорошо тестировать и желательно на каких-то компаниях, которым это не критично, допустим, небольшие компании. И когда мы протестируем, мы попросим уже уважаемых наших коллег из IP-матики сделать рассылочку. Вот так вот. Надеюсь, я ответил. Так, давайте. Коллеги, давайте последний вопрос, наверное, и как раз перейдем к следующему докладу. У меня опять шкурный вопрос. Значит, смотрите, если мы рассматриваем ваше решение в привязке к Юсотой, например, я образно говоря, например, продавая АТС за 100 тысяч, имея дилерские скидки, там 20-30%, зарабатывая 20 тысяч рублей на ней. Вы озвучили стоимость своего решения на 20 абонентов 220 тысяч. Плюс у меня есть реальная сейчас задача, которую я пытался реализовать с коробочной версией Bittrex 24, значит, мне назвали следующие расценки. Значит, коробка 220 тысяч, 110 тысяч написания технического задания и порядка 200 тысяч еще потом доводкой, если оно заработает все не так, а как-то по-другому. Вот к вам вопрос, да, вот что вы нам интересного можете предложить, почему мы можем работать именно с вами? Ну, примерно, как я и назвал, 500 тысяч минимальный проект, ну, то есть средненький проект, да, то есть примерно оно так и выходит. Смотрите, мы, во-первых, сотрудничаем с различными консалтинговыми компаниями, которые занимаются продажами, оптимизацией CRM-систем под, ну, как бы, чтобы хорошо работал отдел продаж. То есть мы понимаем с точки зрения не просто CRM-систем, а с точки зрения продаж, как правильно это организовать. Потому что, как правило, ну, обычно проблема у компании совсем не в том, что им нужно внедрить CRM, они не понимают, как это сделать хорошо. И очень важно, сильно зависят компании, которые консультируют вас, то есть сможет ли она подобрать правильное решение. Соответственно, у нас хороший опыт как по производственным компаниям, так и по дистрибьюторам. Вот, например, мы и пемятики делаем решение на коробочной версии именно. У нас есть хорошее понимание, как лучше сделать для торговых компаний, в том числе. То есть есть, например, сеть розничных магазинчиков, они тоже хотят работать на битрик. Сейчас вот запускаем с большим количеством номенклатуры. То есть для разных сегментов бизнеса у нас есть свои наработки, и которые, я думаю, будут вам очень полезны. Я не могу точно сказать, ну, по стоимости я не могу сказать, будет ли у нас дешевле. Это нужно пообщаться лично, чтобы подготовить ТЗ. Но так дорого техническое задание мы не делаем. То есть у нас обычно... Перепродукты... Ага. Смотрите, мы даем скидку 10-15% от своей цены, которую мы предложим заказчику. То есть мы снижаем свою маржу за счет того, что вы нам просто привели клиента, но мы не тратили на рекламу, например. То есть здесь диапазон 10-15. Но дополнительно можно посмотреть... То есть в принципе процентов 20 вы можете заработать с этого проекта. Вот так вот. Ну, все обсуждается индивидуально, то есть я не могу сейчас сказать точно. Я ответил на вопрос ваш? Денис, спасибо. Интересный доклад. Мне кажется, надо поаплодировать. Сейчас у нас будет не менее интересная презентация. Рустел, телефонная сеть для больших предприятий. Михаил Кириллов, директор по продукту о технологии коммуникаций. Если я правильно понимаю, первое вообще публичное представление. Этого продукта, да. Здравствуйте, коллеги. Этого продукта. Ну, пока сейчас вот все включает. Небольшая история. Как все начиналось? Начиналось все прошлым летом. Мне позвонил Денис Букашин. Говорит, есть идея. Ну, Дениса Букашина, я думаю, вы знаете. Это владелец, генеральный директор и вообще основатель и идеолог Актела. В принципе, на текущий момент я считаю, одна из лучших систем телефонии в плане, она как пластилин, из нее можно вылепить, наверное, все что угодно. И вот он, как раз летом меня зажег другой идеей. Что-то как-то у нас странные слайды. Как дали? Как PDF дали. А вы можете его развернуть нормально на весь экран? Спасибо. Вот, искал. Михаил, есть идея сделать мощную, большую, отказоустойчивую, надежную, красивую, ну и вообще просто хорошую телефонию для крупных предприятий. Ну, слушайте, это же PDF-ник. У вас нету F11, F12, что-нибудь в таком духе? CTRL-L, формат С, да. И разные другие. Технический директор разберется. Да, да, да. Слушайте, она у вас почему-то в этом открылась. В Explorer нету ридера? Да. Поэтому мы сделали нашу систему кроссплатформенной. То, что у нас сейчас, по крайней мере, внедрения идут в основном все равно запрашивают и мы внедряемся под Ubuntu 14. Да, да, да. Ну, потому что это хорошая, большая корпоративная. Давайте пока этот... В чем заключается надежность? Надежность заключается в следующем. Система работает, выключите все, что угодно, она все равно будет работать. физически сервера можно выключать на горячую, выводить, вводить новые. Текущие разговоры тоже не разорвутся. То есть все красиво и симпатично перетекает. Причем это работает. Это работает в реале и может быть нам сумеют сделать... Рассказывать? Это хоть PDF, PDF? А нету ридера, нет? А ты Alt-F4, Escape. Ну, давайте. Может быть, я все-таки свой ноутбук принесу. Там правильно операционная. Нет, там тоже Microsoft. У нас подписаны SLA с Microsoft, там все более красиво. Видимо, у вас нет SLA еще полноценного. Просто надо переносить по ПТ-шке. А по ПТ-шке вашей рифтов нет. Из этих? О! А если двигать вперед-назад, то это будет правильно? Прекрасно. Молодец. Никогда не подводит. Сколько проекта вместе закрыли, все шикарно. Итак, что у нас в итоге получилось, с чем мы начали и чем меня Денис в свое время зажег? Зажег он идеей нашей телефонии, которая превратилась в Rastel. причем именно по-русски, потому что все очень четко и понятно. И которая превратилась в сайт в Rastel.ru, ну и еще в сайт нашей телефонии. Очень красиво получилось. Как мы начинали? Какую задачу мы перед собой поставили? Ну, во-первых, количество абонентов больше 10 тысяч. То есть, это вот такая планочка на то, как мы делали. Причем, это любые SIP-телефоны, в том числе, естественно, CIS-ки, те, которые поддерживают SIP, со всеми там препаратурными фишками, какими-то изменениями и так далее. Понятно, что достаточно большое количество это софтфоны на iOS, Android, в принципе, и под Microsoft сейчас. По крайней мере, я надеюсь, что будет нормально появляться. Понятно, есть разные внешние подключения, и тут все хорошо. Единственное, что мы выделили два совершенно разных подключения, это SIP-подключение к внешним провайдерам и SIP-подключение к своим станциям для либо плавной миграции, либо работы вместе. И это реально две совершенно разные концепции с точки зрения построения всей системы, с точки зрения того, что нам пришлось сделать дальше для определенных вещей. Мы определили, что, наверное, у нас где-то 50 офисов. Ну, офисом мы подразумевали какое-то объединение вычислительных ресурсов, но 50 точек, где мы можем поставить сервера, либо взять какие-то существующие. Причем, это могут быть свои сервера, это могут быть какие-то общие, это могут быть виртуалки, это может быть отдельное администрирование, либо это общее администрирование одним администратором нескольких таких мест. В общем, может быть все, что угодно. Из опыта мы сталкивались с очень разными совершенно проектами. Причем, в таком офисе может быть 40 человек, это, предположим, какой-нибудь удаленный где-нибудь вынос у газового предприятия или у электроснабжения. Почему бы нет одних из проектов, которые сейчас идут. А может быть 5 тысяч сотрудников где-нибудь в центре, например, в Новосибирске. Да, у них там приличное количество. Ну и мы предполагаем, что у нас где-то 150 подразделений, причем подразделения офиса это совершенно разные вещи. Подразделения, завод, кто-то в нашу группу входит, кто-то еще, может быть, другая точка администрирования. Причем проблема заключается в том, что у них скорее всего своя телефонная емкость первоначально была сделана. Ее каким-то образом нужно синтегрировать с другой. А если там еще появится 151 когда-нибудь, ну, вопросов много, и мы их потихонечку начали решать. Что мы в итоге сделали? Мы сделали понятие сайта. Сайт для нас это некая совокупность физических, виртуальных, вычислительных мощностей. Ну, еще мы туда сделали свои собственные устройства это ТК-3050, ТК-3250. О них мы сегодня говорить будем не очень много. Факт того, что они есть. На самом деле это x86 архитектура, точнее, это 64-битная архитектура. И, как эта операционка, в принципе, мы работаем и под Microsoft, и под, ну, в данном случае, под Ubuntu. Ну, почему-то больше 90% реализации нас просят Ubuntu поставить. Ну, значит, под Ubuntu. Мы сделали это таким образом, что при увеличении масштаба системы, то есть, количество абонентов увеличилось, количество разговоров начало расти, конференции, микширование, еще что-то. Вы динамически можете добавить новые вычислительные ресурсы. Просто поставить сервер и сказать, теперь ты выполняешь такие-то задачи, он начнет их подцеплять. Если что-то выключится, ну, ну, выключилось, ну, что теперь сделаешь, ну, сломалось. Для системы она будет работать. Да, нагрузка перераспределится, да, может вычислительных ресурсов не хватать, но если система спроектирована на то, что, предположим, два сервера может выключиться в любой момент, никакие звонки не порвутся, для конечников все будет прозрачно. Ну, выключилось, выключилось, ничего страшного. Причем, вот тестировали последний тест, был как раз на илинковских телефонах, прекрасно работает отказоустойчивость от банка прокси. Ну, и сервера сайтов, в принципе, они расположены, могут быть в одной сети, могут быть маршрутизированы. Самое главное, что все сайты, а их может быть понятно несколько, потому что мы говорили, что у нас 50 точек, они должны просто уметь видеть друг друга по внутрикорпоративной сети. С VPN, без VPN, самое главное, чтобы они видели, чтобы они могли обмениваться определенной информацией. Ну, есть сайты, они обмениваются между собой определенной информацией, не важно какой, сейчас просто информация. На самом деле, сайт – это набор вычислительных ресурсов. Хорошо. Что сделать с логикой системы? Всю логику системы мы разделили на роли. Сейчас в системе порядка 21 роли, причем роли, каким-то образом распределены на этих серверах. Это либо просто опытным путем, либо берется базовая конфигурация на определенное количество серверов и распределяется. Роли могут работать в Active Active либо Active Passive режиме. Все роли отказоустойчивые, причем горячего резервирования. Если это Active Active, то мы еще говорим про балансировку. Если Active Passive, то это горячее резервирование. Большинство ролей горячее резервирование подразумевают без потери текущих данных. Если потом кому-то будет интересно, можем рассказать технологии, которые мы использовали для таких вещей. фактически функциональность сайта зависит от набора рейлей, которые мы туда повесим. Не обязательно на каких-то сайтах могут быть конференции сервера. И фактически роли сами поддерживают свою работоспособность. То есть они балансируют друг друга, они следят какая-то за какой-то, перезапускают, подцепляются, встают и так далее. В общем, время переключения менее одной секунды у нас. Скажем так, то, что мы добивались у себя, это 100 миллисекунд, но мы оставляем одну секунду на случай того, что произошел какой-то временный обрыв связи. То есть фактически, если у вас медиагейт выключился, через который вы физически сейчас разговаривали, то вы на одну секунду потеряете звук. Ну, соответствующим образом, сайт, это не более чем размещенные на нем роли. По всем вычислительным ресурсам, которые там есть. Что-то нужно добавить, добавили, что-то нужно убрать, убрали. Роли мы чуть-чуть распределили следующим образом. Их много, здесь они не все, но здесь концептуально. У нас есть роли, которые отвечают за периметр. Это сипгейты, это точки входа, и ESG, это точки подключения к внешним провайдерам. Причем по сипгейтам, если говорить, то это стейтлесс прокси, то есть ничего он на себе не несет, даже не регистрация, ничего, он просто через себя пробрасывает. Это точка входа. Где сипрек находится, это уже совсем другой вопрос, где находятся серверообслуживающие, коммутирующие и так далее, для клиента это скрыто. Есть точки подключения, это сипгейт. За счет выделения такой вещи мы получили косвенно, но очень интересную функцию, мы получили полноценный роуминг между офисами. Об этом чуть попозже расскажу. А в ESG, это, соответственно, точки подключения к провайдерам. И тут, в зависимости от того, что это за провайдер, доверительный, либо с регистрацией, требующий определенные ограничения IP, адресов, с которыми можно взаимодействовать, либо это подключение своей, другой АТС, корпоративный, для доверительных взаимоотношений, там есть определенные вещи по настройке. Но в смысле того, что мы это все поддерживаем. Также у нас есть ролик, который относится к обработке звонка. Это регистратор, это back-to-back юзер-агент, все звонки идут через него. Таким образом, мы фактически проксируем в сессии. Есть медиагейт-контроллер, который фактически его задача заключается в том, чтобы контролировать голосовые шлюзы. И есть сами голосовые шлюзы. Между медиагейт-контроллером и медиагейтами мы в принципе реализовали мегаком. Мы не стали ничего изобретать, мы взяли хороший качественный протокол. При этом у нас был опыт подключения мегаковских шлюзов в качестве медиагейтов к нашему медиагейт-контроллеру. Интересное решение, в принципе работает. Все это работает либо в ActiveActive, либо в ActivePostive режиме. И также мы выделили роли, которые отвечают за сервисы. Есть доменный контроллер. На нем настроена вся логика. Он хранит информацию по всем пользователям, по им правах доступа и так далее. Делает запросы на другие сайты, в другие домены. В общем, вся логика на нем. Есть, предположим, CallDetailedRecord собирает всю статистику. Причем, может быть, может не быть. Если не нужно, его нет. Если нужно, он есть. А если нужно два, их два. Есть микшеры. Их основная задача это по всем медиагейтам пройтись, собрать на самом деле тот самый RTP-трафик, который шел, еще посмотреть, что было неправильно получено с точки зрения SIP-пакетов, собрать это в правильную последовательность и замикшировать в какой-нибудь более-менее удобоваримый формат. WAV, MP3, все что угодно. При этом мы восстанавливаем последовательность RTP-потока. То есть, если было какое-нибудь кваканье, то на записи разговоров, если потери пакетов были менее, чем 5 секунд, вот это окно плавающее, мы восстановим обратно полноценный голос записи. Чуть-чуть по логике все это хорошо, а теперь про наши 150 подразделений. Что это такое? На самом деле это телефонные домены. Это то, на чем была сделана классика SIP. Если вы помните, классика SIP это пользователь, собака, домена. Ничем не отличается от почты. Про домен почему-то очень многие забыли и оставили только пользователя. А потом еще пользователи переделили в цифровой номер. На самом деле SIP это юзер, собака, домен. Мы это делаем. Да, мы это все микшируем и накладываем в итоге, скрываем за номером, но с точки зрения системы мы ввели понятие телефонный домен. Каждое SIP устройство принадлежит к какому-то телефонному домену. В SIP регистрации всегда указывается телефонный домен. По-другому не бывает. Так вот, в нашей системе таких телефонных доменов может быть сколько угодно. Это подразделения компании. Они отдельно администрируются, они отдельно имеют номерную емкость. Она может быть глобальной по всей структуре. Она может быть не глобальной, а пересекающейся. Мы добавляем индификаторы телефонных доменов, так называемую таблицу представления, как телефонный домен себя представляет в публичной структуре. На каждом сайте может быть любое количество телефонных доменов. При этом мы в принципе не подразумеваем, что сервера и роли делятся по телефонным доменам, но это возможно. Это чуть попозже расскажу. Но там очень большие цифры для того, чтобы это начать делить. Основные функции телефонного домена это управление лицензиями и своими поддоменами. Это управление пользователями и учетными записями, в том числе интеграция с AdD, LDAP, внутренней системой, благо API открытая и все красиво. Это независимые правила безопасности и независимые правила маршрутизации. Именно вот так. Администратор может управлять как одним доменом, так и несколькими. Это опять же все зависит от настроек. У вас есть офис, он управляется одним администратором. При этом это не тот самый администратор, который может быть нарисовал физическую карту, который отнес сервера, выделил, роли выделил и так далее. Это администратор телефонии. Он настроил маршрутизацию, настроил правила. Он создает поддомены, распределяет лицензии, подключает пользователей, делает какие-то миграции. При этом он может управлять как одним телефонным доменом, так и множество. При этом, где находится этот телефонный домен, в принципе, не принципиально для системы. С любой точки можно управлять любым телефонным доменом, указывая просто его имя. Если у вас есть право доступа к нему, вы будете им управлять. мы попробовали визуализировать. Вот у нас есть телефонный домен 1, 2, 3, 4, 5, 6. Они каким-то образом распределены по сайтам. При этом вдруг у нас сайт 1 падает по какой-то причине. Ну, свет выключили. Банально, да? Мы прекрасно понимаем, что у нас здесь есть определенное количество людей, которых нужно обслуживать телефоны. Мы просто говорим, что телефонный домен 1 теперь будет обслуживаться на сайте 3. Система в течение 15 минут всю эту информацию смигрирует туда, развернет весь этот телефонный домен там. Единственное, в чем будет вопрос, это перепрописать DNS, и для того, чтобы телефоны теперь начали ломиться, на SIP-гейты вот этого сайта. Соответственно, как соотносится телефонный домен и сайт? Телефонный домен всегда на одном сайте. Ну, не всегда на самом деле. Может телефонный домен быть размазан по нескольким сайтам, но мы на текущий момент мы говорим, что телефонный домен на одном сайте. На одном сайте может быть любое количество телефонных доменов. Телефоны и домены зависят друг от друга. Всегда есть родители, которые могут когда-нибудь поуправлять. Это достаточно важно. Предположим, если мы говорим про реселлерское использование системы, есть реселлер, у которого есть клиенты. У реселлера есть определенное количество лицензий, он клиентам их выделяет. В случае, если у клиента начинаются проблемы, предположим, с администратором либо еще с кем-то, можно изменить базовый администратор, изменить пароль, каким-то образом повлиять. Но не войти глубже. Здесь зона очень четкая. В системе существует один домен, который называется мастер-домен, который держит на себе на самом деле только лицензии и домены первого уровня под ним находящимся. При этом он не держит на себе СИП-телефоны и номера. Это сделано для глобального управления. При этом первоначально, когда вы разворачиваетесь, сайт, который держит мастер-домен, должен быть доступен. Но когда система стартовала в конечном виде, в котором она сейчас должна работать, сайт, на котором крутится мастер-домен, можно выключить, он уже будет не нужен никому. И любой телефонный домен может располагаться на любом сайте. При этом, предположим, телефонный домен 3, он может быть подчинен относительно логики телефонному домену 1. Администратор телефонного домена 3 может обращаться на сайт 1 либо 3 для того, чтобы его администрировать. То есть все это скрыто с точки зрения администратора. Всю эту структуру один раз настроить и дальше просто иметь определенные права. Правила внутренние, правила, как это все обслуживать. Ну, по нашей картинке что-то есть в Москве, что-то в Омске, в Краснодаре, в Красноярске какие-то телефонные домены. Все это очень хорошо между собой взаимодействуют. Чуть-чуть еще логики. Очень много мы сделали относительно маршрутизации. Вначале выбирается вектор, потом выбирается маршрут и потом какие-то действия в рамках этого маршрута. Ну, это если так, в общем представить. Если мы выбрали вектор, маршрута не нашли, вернулись назад по выборам векторов, выбрали маршрут, выбрали действия, предположим, абонент текущего телефонного домена, то есть внутренний вызов, а этот номер не описан, тогда мы вернулись на выбор маршрута, выбираем дальше. Это очень интересная функция, потому что если у вас есть две системы, которые работают в параллели, мы предположим, часть номерной емкости у вас на Ростеле, а часть у вас на ЦИСке на текущий момент, то вам достаточно двух правил в рамках Ростела для того, чтобы поддержать вот такую работу. Первое, если у вас внутренний звонит внутреннему, проверить локально, если это правило не сработало, то есть этот номер сейчас не описан в Ростеле, значит следующим правилом отправить на внешнюю линию. Таким образом, номера могут мигрировать между двумя АТС. Небольшие приятные мелочи, которые мы получили, это фактически прозрачная миграция абонентов между Ростелом и другой АТС, фактически нужно только два правила прописать в таблице маршрутизации. Это отказоустойчивость внешних транков. Такую же логику мы наложили на внешние транки. Если внешний транк недоступен, ошибка регистрации, можно назвать их СИП-пинги, не прошли, еще что-нибудь. То есть нет ответной реакции со стороны СИП-сервера наружного. Значит, наверное, сейчас какая-то проблема, это правило не используется, и смотрим дальше. У вас есть Ростелеком, у вас есть МТТ, у вас есть все, что угодно, подключение. Кинулись в Ростелеком, не работает, отправили на МТТ. Все вполне адекватно. Ну и по логике мы получили фактически роуминг из коробки. Ну, представьте, у вас есть софтфон, СИП-клиент, у вас в качестве СИП-гейтов прописано там, ваша компания .local. Вы подключаетесь к Wi-Fi сети, вы получаете DNS локальный, который четко этот IP-шник резолует в СИП-гейт, который у вас на текущий момент рядышком вот здесь находится, вот прямо в вашем офисе. Вы приезжаете в другой офис, подключаетесь к корпоративному Wi-Fi. То же самое, local, только он смотрит на другой СИП-гейт. Окей, телефон ломится туда, система видит, что телефонный домен относится к другому сайту, он отправляет туда запросы, авторизируй, пожалуйста, мне его, это вообще наш человек, не наш, наш. Ну, хорошо, значит, ты просто через этот СИП-гейт работаешь. Все, логика телефонии осталась для человека полностью прозрачной. Мы поддерживаем как глобальную, так и пересекающуюся нумерацию. Ну, там много, о чем можно тут говорить, поэтому, если это реально кого-то будет интересовать, с удовольствием расскажем. И мы поддерживаем выборочное объединение телефонных доменов между собой. Ну, предположим, у вас есть 100 телефонных доменов а-ля 100 клиентов. У вас 5 хотят объединиться. Ну, хорошо, ну, очень большая аналогия с Виланами, да, Q&Q. Виланы внутри Виланов, отлично, пробросили Виланы а-ля Виланы по телефонной сети, и вот вы объединили компанию. При этом, где находятся эти телефонные домены, на каком сайте, ну, в принципе, для системы это не важно. Ну, в общем, понятно, что те задачи, которые мы первоначально перед собой поставили, мы их решили. А потом стали тестировать систему, а что же у нас в реалии? А в реалии у нас получилась следующая вещь. У нас есть ограничения, которые мы добились. Это 3000 регистраций в секунду на один регистер-сервер и порядка 30 тысяч СИП-регистраций на один сайт. Вот если мы их достигаем, тогда мы начинаем делить роли по телефонным доменам в рамках сайта. Если мы этого не достигаем, смысла делить никакого нет. Порядка 45 тысяч подписей на состояние, ну, а-ля на БЛФ, читать. Читать можно, как на БЛФ, потому что 90% случаев подписи на состояние относятся к БЛФ. До 25 серверов в каждом сайте и до 256 ролей на сайте. Но это те ограничения, которые мы получили экспериментально, наверное, их можно и увеличить в итоге. На один телефонный домен мы говорим, что хорошо работает, когда есть 512 векторов маршрутизации 1024 правила в каждом. Такое разбиение позволяет нам сделать выборку правила менее чем за 20 миллисекунд. То есть мы считаем, что вся логика, если мы укладываемся в 20 миллисекунд, то это ничтожно мало. Если мы не укладываемся, мы начинаем думать, правильно мы делаем или неправильно. И сейчас у нас есть ограничение 280 участников в рамках одной аудиоконференции, ну, селекторного совещания. Мы это устраним примерно в августе. На один сервер сейчас у нас есть ограничение реальное. Это 350 звонков в секунду. Ну, если вы его достигнете, это круто. И максимум у нас 18 ролей на один сервер. Это то, что стабильно, хорошо, корректно работает. Ну, и в общем, почему растел? Ну, потому что у нас вот такое вот количество абонентов, реально, которые мы можем поддержать в своей системе. То есть, это миллионы. Это безопасность звонков, гибкость, маршрутизация. Мы сейчас не нашли ни одного примера, который мы не смогли бы провести через свою систему аморшрутизации. Это активная отказоустойчивость и полноценный корпоративный роуминг. Об этом мы говорили. Это реальная территориальная распределенность с одной стороны и управление из любой точки всей этой структуры. Это совместимость с любыми СИП-устройствами и у нас есть открытый API для ваших решений. То есть, скажем так, я вам даже сейчас веб-морду не покажу, потому что ее еще нет. То есть, есть открытый API. Поэтому здесь нет никаких скриншотов в этой системе. Ну и в принципе она не подразумевает. И у нас есть, в принципе, мы поддерживаем любые x64 вычислительные ресурсы. Старые, новые, чем-то уже загруженные. Самое главное, чтобы они были и что они есть. Ну и также есть свои специализированные аппаратные решения. Они будут представлены на связях с Пакоми. Заодно приглашаю вас всех туда, на наш стенд. Мы рядом как раз с компанией IP-матик там будем находиться. Поэтому будете проходить мимо, заходите, мы вам с удовольствием покажем и расскажем про эти устройства. Они построены будут а-ля на вирусной структуре. структуры поставили сервер, он подцепился, на себя накрутил роли работы. Нужно еще поставили еще. Не нужно выключили, сломалось, поменяли или оставили как есть. примерно вот так. Спасибо. На этом у нас все. Тут есть ближайшие планы, но они тоже будут. Михаил, спасибо. Следующий доклад у нас компания SoftBit.com. Так, коллеги, у кого еще доклады, еще два доклада у нас, если у вас презентация есть, просьба сразу принести, чтобы мы их так и давайте, мы уже совсем выбились, поэтому я попрошу вас все-таки по сути. Добрый день, меня зовут Дудченко Владимир, я являюсь директором компании SoftBit.com. Тут обозначен у нас Евгений Анвайр в качестве докладчика. Я его здесь заменяю. Здесь присутствует также Дмитрий Комов, можете задавать ему технические вопросы, если в этом появится необходимость. Итак, тема доклада, если говорить длинно и точно, то это построение собственного колл-центра, микро-колл-центра на основе Ястар MapBX и облачной системе управления колл-центрами Low-Way Q-Metrics. Те, кто работают с астерийсками, с большой долей вероятностью, по крайней мере, слышали, что такое Low-Way Q-Metrics. Многие тестировали, очень многие используют эту систему мониторинга и аналитики для колл-центров. Здесь на слайде изображена примерно структура, как может быть использовано подобное решение. Q-Metrics здесь изображен в виде СААС-решения, хотя это может быть любое решение, в смысле любая реализация, установленная на сервере в компании, на арендованных ресурсах, где угодно. Но данное решение было анонсировано компанией Low-Way и компанией Ястар именно как объединенное решение соасовского варианта Q-Metrics и систем Ястар. Кому может быть интересно такое решение? Кто может быть потенциальным пользователем или потребителем? Сегодня, конечно, все знают, все заметили, что главный тренд это тесное взаимодействие с клиентом, эффективное взаимодействие с клиентом. И вот даже Греф отметил на своем выступлении 15 марта в Сбербанке в результате поездки на запад, что стартапы все знают о клиенте, а старые игроки о продукте. Естественно, для этой цели используются колл-центры. Не буду 10 раз повторять сказанные уже даже сегодня здесь. Но очень часто надеются поставщики решения продуктов надеются на сторонние аутсорсинговые колл-центры. Наша собственная практика да и практика очень многих компаний с кем мы обсуждали эту тему говорит о том, что аутсорсинговым колл-центрам серьезную какую-то работу практически нельзя доверять. Если мы хотим строить действительно взаимоотношения с клиентами тесные и эффективные, то необходимо иметь собственный колл-центр внутри компании. Имея собственный колл-центр внутри компании, во-первых, можно обучить сотрудников, можно их очень хорошо натренировать, могут в качестве даже агентов колл-центра работать продавцы. Это тоже возможный вариант. И здесь фантазии абсолютно неограничены, можно как угодно это дело развивать. Когда колл-центр внутри компании, делать можно все, что угодно. если мы к собственному маленькому колл-центру присоединяем систему, которая осуществляет мониторинг и выдает аналитические отчеты, мы получаем достаточно солидный колл-центр, хотя возможно в очень небольших масштабах. Может быть 2-3 агента, 10, а дальше уже сколько технические ресурсы позволят. очень быстро пробегусь про преимущества Eostar MapBX, потому что это говорилось уже здесь неоднократно, это очевидно, это модульная структура. Кстати, очень важно, что реализовано программное обеспечение таким образом, что удалось подключить внешнюю программную систему мониторинга, которая достаточно тесно интегрируется с PBX, удалось подключить к Eostar MyPBX. Вообще особенностью этой реализации является то, что именно к Eostar удалось подключить Qmetrix, который в принципе хорошо работает со всеми моделями Астериска. Но здесь же ведь особая ситуация, это не просто некая программная реализация, это система, которая является аппаратным решением, программная обеспечения, которая встроена в аппаратную систему. И здесь удалось их объединить, и они эффективно совместно работают. С вашего позволения не буду повторяться о преимуществах IPPBX Eostar о том, что это подходит для тех компаний, у которых нет квалифицированного персонала, которым нужны шлюзы для соединения с аналоговыми телефонами, например, и так далее. Итак, подключаем Qmetrix. Кому может понадобиться колл-центр? Ну, это прежде всего компании, наверное, B2C. Это компании, какие-то службы доставки, это какие-то интернет-магазины, группы клиник, сети салонов красоты, оптовая фирма, сеть туристических компаний, но это в частности те типы клиентов, те типы компаний, которые являются нашими клиентами, здесь просто перечислены. Ну, список может быть, конечно, продолжим. Задачи у всех схожие, это эффективно обрабатывать поступающие, звонки, это мы говорим о колл-центре, именно колл-центре входящих звонков, и Q-Metrix предназначен как раз для контроля, мониторинга того, что происходит в колл-центре, для контроля состояния очередей и так далее. сейчас я более конкретно об этом скажу. Собственно, что нужно для того, чтобы организовать такой микро-колл-центр на EASTARM IPBX и Q-Metrix? С точки зрения настройки EASTARM IPBX, нужно только настроить очереди и IVR на IP АТС. Операторов добавлять не надо, потому что они будут добавляться через панель оператора Q-Metrix. Ну и второй пункт это настроить сам Q-Metrix. Четыре основные функции Q-Metrix. В общем-то, для чего нужен Q-Metrix? У него масса функций, масса метрик, около 150 метрик мониторинга и аналитики он поддерживает. Но можно выделить четыре основных области, где он применяется. Во-первых, это онлайн мониторинг операторов с возможностью управления очередью. То есть первая функция это онлайн мониторинг. Вторая это получение отчетов, то есть получение аналитических отчетов о работе колл-центра. Детальные, статистические, какие угодно отчеты по отвеченным неотвеченным звонкам, сессиям операторов, распределением нагрузки и так далее, и так далее. Вообще компания Lowway производитель Metrix, это швейцарская компания Lowway, она существует уже свыше 10 лет и продукт существует свыше 10 лет, и поэтому наработано там действительно реально много. далеко не первые умер, второй выдержит, надеюсь. Контроль качества работы операторов, он позволяет получать интегральную оценку качества работы операторов, причем эта интегральная оценка включает в себя как объективные показатели, так и субъективные. То есть туда можно включать оценки работы операторов, которые делают определенные контролеры, то есть некоторые экспертные оценки. Все это замешивается и можно получать интегрированную оценку качества работы. Вплоть до того, что использовать ее можно для выплаты зарплаты операторов, оператором умножая на определенный коэффициент. Четвертая функция Q-Metrix существует панель оператора колл-центра, которая у него открыта постоянно, и он может в этой панели добавлять себя в очередь, может ставить на паузу, может открывать карточку клиента, если в этой панели присутствует панель CRM. То есть, если неким образом Q-Metrix интегрирован с CRM, то в этой же панели может быть открыто окно CRM. Быстренько пробегусь, я не буду задерживать по этим основным функциям. Онлайн мониторинг операторов представлен вот таким экраном. Этот экран у супервайзера должен работать, и он показывает в частности цветовая индикация у него есть, которая настраивается. Цветовая индикация привязана к пороговым значениям, по которой можно судить о том, что длина очереди увеличилась слишком сильная, выше какого-то запрограммированного параметра, количество свободных операторов ниже порога или вообще количество работающих операторов ниже порога. В общем, это такой механизм, на который постоянно смотрится супервайзер. Отчетов существует великое множество. Существуют кистемизированные отчеты. Если есть какие-то детали по работе Q-Metrix и по его возможностям, то, пожалуйста, задавайте вопросы. Здесь присутствует Дмитрий Комов, который все это знает очень-очень хорошо и сможет ответить достаточно детально на любые ваши вопросы. Третий тип функций Q-Metrix, как я уже говорил, это контроль качества работы операторов. Не будем разбирать этот экран здесь, сейчас, но основная мысль такая, что на нем анализируется качество работы операторов, типа пропущенные звонки, время ответа и так далее. Целый ряд есть параметров с весами и туда же замешиваются еще и субъективные оценки экспертов. Ну и последний экран, который я вам сейчас хочу показать, это панель оператора колл-центра. Примерно так выглядит панель оператора колл-центра. Вот нижний экранчик здесь видно очереди, которые доступны для оператора, где он может зарегистрироваться и те очереди, в которых он реально зарегистрировался. То есть очень удобно оператора такая панель перед глазами он может видеть те очереди, в которых он может работать и прямо тут же в них регистрироваться без всяких цифровых кодов и так далее. Дальше я продемонстрирую несколько сейчас вам экранов, но наверное не стоит подробно на них останавливаться. Итак, Q-Metrix это система, которая позволяет осуществлять мониторинг мониторинг входящих очередей и исходящих компаний тоже, просто по исходящим компаниям мы здесь не строили такое решение, не то, что не мы, вендор не строил такое решение в виде интеграции Q-Metrix с MyPBX. Это полная автоматизация управления колл-центром, отчет, онлайн-мониторинг. Это экраны для руководителя и для агента, то есть для оператора. Решение промышленного класса, которое поддерживает порядка 500 агентов и эта система, которая развернута в тысячах колл-центрах по всему миру. Имеет веб-интерфейс очень удобный, в общем, признана многими-многими пользователями. Значит, вот здесь просто экраны, чтобы вы получили визуальное представление о тех подходах к представлению данных, которые имеет QMetrix. Потому что разбираться в этом можно долго, я думаю, что не всем это интересно. добрался до конца. Если есть вопросы по организации работы с QMetrix, пожалуйста, спрашивайте меня. Технические вопросы у Дмитрия Кому, который здесь присутствует. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Продолжит у нас нелегкий труд последних выступающих компаний iVideon. Добрый день, уважаемые участники конференции. Меня зовут Евгений, представляю компанию iVideon. Пожалуйста, включите мне мою презентацию. Продолжу нелегкий труд докладчиков, а вы продолжите нелегкий труд слушателей. Уже достаточно много докладчиков сегодня было. И сейчас хотелось бы поговорить о облачном видеонаблюдении. Как видеонаблюдение транслируется в облаках, как архив с камер видеонаблюдения хранится удаленно, как можно получать доступ со смартфона к своим архивам. Немножко расскажу про преимущества нашего сервиса, с кем мы работаем. И немножко коснемся тех самых шкурных интересов, про которые сегодня раза три уже спрашивали. Итак, iVideon это умное видеонаблюдение через интернет, которое позволяет контролировать объекты любого масштаба и обращаться к своим камерам со смартфона в любой точке мира, там где есть мобильный интернет. iVideon совершенно не важно какое количество камер подключать в одном личном кабинете, это как может быть одна-две камеры, так и может быть 300 камер. Все зависит от масштаба бизнеса и от желаний заказчика. Мы работаем с 2010 года и за это время мы достигли действительно впечатляющих результатов, на мой взгляд. За это время мы привлекли более 1 миллиона 300 тысяч клиентов, включая физических и юридических лиц. Работаем мы по всему миру, это больше чем 100 стран. И со штата сотрудников 3 человека мы выразили сейчас в штат 150 человек. Как я считаю, успех определяется не только цифрами, но и уровнем партнеров, которые доверяют нашему сервису. На этом слайде представлены бренды компаний, с которыми мы работаем достаточно известной компанией. Philips мы с ними работаем с 2010 года, и они по всему миру на платформе iVideon продвигают камеры для домашнего видеонаблюдения. такие производители IP камер как Hikvision и Dahua достаточно большое и весомое место занимают в мире вообще по выпуску IP устройств из Китая. Samsung вы все знаете компанию, здесь тоже самое компания продвигает свои домашние камеры для конечных потребителей на нашей платформе. Softbank это медиапровайдер третий по величине в Японии совместно с услугами телефоней и интернета предлагает услугу видеонаблюдения также построенную на нашей платформе и аналогично действует компания Telefonica работающая на рынке Латинской Америки со своим брендом Movistar. Ну и конечно это бренд Milesight который позволяет дополнительно осуществлять работу по C-профессу Ну и на следующем слайде я предлагаю рассмотреть как же все-таки у нас устроен сам сервис достаточно сложный слайд по наполнению предлагаю его разделить на три части первая часть это непосредственно устройство ввода информации вторая часть это наше облако которое принимает потоки с камер обрабатывает их и третья часть это те устройства с которых вы обращаетесь к видео с ваших камер видеонаблюдения если подробнее остановиться на каждом из разделов то мы можем сказать что мы поддерживаем абсолютно любые камеры видеонаблюдения это может быть веб-камера видеонаблюдения может быть профессиональная IP-камера в конце концов это может быть камера с вашего смартфона ну вот у нас есть например некоторые клиенты которые не желают тратиться на системы видеонаблюдения для использования их дома Они просто берут старый смартфон и устанавливают приложение и расставляют по углам у них готовая система видеонаблюдения в квартире. Иными словами, веб-камеру вы подключаете к компьютеру. На компьютер вы устанавливаете программное обеспечение iVideon и уже все потоки с камер отправляются в облако. Второй вариант использования нашего сервиса это именно интегрированное оборудование. То есть здесь камера участвует как самостоятельное устройство. То есть для организации системы видеонаблюдения кроме камеры вам ничего не потребуется. То есть вы только приобретаете камеру, подключаете ее к облаку, подключаете нужный тариф и через систему биллинга оплачиваете. И у вас архив, он хранится в облаках и вы имеете к нему доступ в любой точке мира. Если есть уже существующая система видеонаблюдения профессиональная IP, вы также можете завести ее в облако через RTSP протоколы. Наше программное обеспечение позволяет это реализовать с легкостью. То же самое касается и аналогового видеонаблюдения. Если говорить про облако, то оно у нас состоит из трех частей. Цоды расположены по всему миру. И на каждом цоде само облако состоит из трех элементов, которые включают в себя сервисы хранения данных, серверы стриминга и управляющий сервер. На серверах хранения данных хранится непосредственно архивная информация с камер видеонаблюдения. Стриминг обеспечивает неограниченное количество подключений к одной камере. И, соответственно, управляющий сервер управляет всей этой системой. Что касается приложений, через которые вы можете обращаться к своим камерам, то в этом плане мы кросс-платформенный сервис и позволяем подключаться одинаково хорошо, как через веб-интерфейс, с клиентов для десктоп-платформ. Это может быть Mac, Windows, Linux. И предметом особой нашей гордости являются наши мобильные приложения, которые имеют высочайшие оценки среди такого рода приложений. Более 500 тысяч скачиваний и 14 тысяч отзывов дают оценку 4,5. То есть достаточно высокая оценка. Ну и сейчас немножко про преимущества нашего сервиса. Ну, во-первых, как я уже говорил, вы можете подключиться к системе видеонаблюдения из любой точки мира, везде, где есть мобильный интернет. И причем одинаково хорошо вы можете подключаться к географически распределенным объектам. Сама по себе система активная, она уведомляет вас о тех событиях, которые происходят на вашем объекте. Причем реализация уведомлений осуществляется через пуш-сообщения. Пуш-сообщения максимально быстрые, максимально оперативные и удобные для пользователя. Конечно, у нас есть email, sms-уведомления, но преимущественно используется пуш, который может настраиваться по расписанию. То есть, например, если на объекте движение происходит днем, то это нормально, наверное. Если ночью происходит какое-то движение, детектор движения сработал, то вы получаете уведомление. И можете по расписанию настроить получение вот таких уведомлений, как вам нужно. Все потоки, которые облако получает от камер видеонаблюдения, все они зашифрованы в соответствии со стандартом SSL. Уровень банковского кодирования, то есть достаточно серьезные ресурсы и компания тратит на кодирование, и ресурс камеры тратится. То есть, с прошивкой мы встаем на борт камеры. Мы сейчас говорим про то оборудование, с которым мы интегрированы напрямую, в том числе email сайт. И уже на борту камеры поток кодируется, шифруется и уже отправляется в облако. Идентификация камеры в самой системе происходит по MAC-адресу. То есть, дополнительно приобретать статический IP-адрес для того, чтобы подключиться к камере, не нужно. И дополнительно все настройки, они хранятся в облаке. То есть, например, если я возьму камеру из офиса, которая подключена к облаку, физически находится она там, все, что мне нужно, чтобы настроить камеру здесь, это физически перенести ее из офиса сюда и подключить напрямую к интернету. Все настройки хранятся в облаке, облако идентифицирует камеру по MAC-адресу, и вы получаете картинку. По поводу масштабируемости я объясню немножко на примере. Ну вот, скажем, обратился клиент, которому нужно подключить 50 точек в каждой точке по одной камере, и нужно иметь архив. Ну, то есть, как это реализовать? Все знают, да, на классических системах, как это реализуется. Мы ставим либо ПО на компьютер, либо мы устанавливаем регистратор на месте. Ну, вы представьте, это нужно поставить 50 регистраторов, 50 камер, подключить все это дело и все это завести на смартфон. То есть, ну, это, во-первых, будет неудобно, это будет долго и это будет дорого. Avidion – оптимальное решение для данной задачи. Здесь вы просто покупаете 50 камер, на месте подключаете их за 3-5 минут, подключаете нужный тариф, в общем-то все, система готова и система работает. И дополнительно, если на объекте может возникнуть такая ситуация, что регистратор может выйти из строя, жесткий диск, такие устройства, которые с подвижными элементами, они тоже часто выходят из строя, это целая история для конечного клиента. Нужно, во-первых, обратиться к IT-специалисту, нужно потратить минимум полдня на то, чтобы заменить регистратор или жесткий диск. Случится Avidion, даже если камера выходит из строя, вы просто меняете камеру. Тратите на это час-два, пока камеру вам доставят. У нас любая камера, она работает в различных сетях передачи данных, включая 3G, 4G. Был у нас один такой проект, промо-акция в том году, мы в Нижегородской области, в лесу, под Зержинском это было, поставили камеру в гнездок Сове. Реализовали подключение через 3G. У нас через 3G подключилось к этой камере в общей сложности 100 тысяч человек. То есть 100 тысяч подключений было. То есть это обеспечило, стало это возможным благодаря стримингу Avidion. Ну и за лето 2015 года 4 миллиона подключений было в Крыму почему-то. Наверное, жены за мужьями смотрят, все в отелях, что обеспечивает увеличение количества подключений к камерам. Ну и вообще отели очень часто используют, например, нужно посмотреть, что на пляже, например, песок или галька. Сам отель, он заявляет, что у него песок. Вы зашли на камеру видеонаблюдения, которую они разместили в публичном доступе, наш сервис позволяет это сделать, и посмотрели, действительно ли там галька или там может быть песок. По проектам Avidion хочу сказать, что мы интегрируемся только с производителями оборудования. Оборудование, оно все достаточно высокого качества, не самое бюджетное, но оно действительно хорошее. Оно способно обрабатывать потоки на борту, то есть непосредственно начинка камеры обеспечивает этот функционал. В случае с MailSite, Avidion встал на борт камеры со своей прошивкой, то есть весь функционал нашего сервиса, он доступен совместно с этими камерами. Вы можете дополнительно обеспечивать гибкую передачу прав доступа, используя эти камеры, и использовать сервис EFTT. EFTT, что это за сервис? Ну вот сейчас многие предыдущие докладчики говорили о том, что сейчас многие бизнес-процессы в B2B переходят в облака. Для конечных пользователей, ну если для B2B это различные переносы CRM-систем в облака, использование телефонии, то для конечного пользователя перенос в облака, он заключается в основном в рамках концепции умного дома. То есть сейчас наступает эпоха интернета вещей, самая распространенная форма реализации интернета вещей – это умный дом. И достаточно много производителей, кто производит именно устройства для умного дома, и у каждого свое облако. Как автоматизировать все эти процессы и свести их в одну систему? Ну вот проект EFTT – это первая такая платформа, которая позволяет объединить различные облака при помощи некоторых рецептов. Причем осуществляется это на основе триггер действия. То есть вы задаете определенный триггер, например, сработал детектор движения на камере, и задаете действие – лампочки Philips, которые стоят у вас в квартире, загораются красным светом. Или, например, вы пришли домой, геолокационный сервис на вашем смартфоне определили, что вы дома, и у вас отключилась камера. Ну зачем вам включенная камера, когда вы дома? Варианты могут быть разными. Сейчас больше, чем 500 приложений, которые проинтегрировались с этой платформой. Последнее было BMW, например. Еще один инструмент для бизнеса – это iVideo Encounter, это счетчик посетителей. То есть мы завели в облака статистику, которую ведет вот это устройство. Причем эта статистика, она привязана к видеоархиву. Вот сегодня говорили, что если у меня менеджеры не звонят, я смотрю, что много пропущенных звонков, то я караю их, скажем так. А почему вы их караете? А может быть, там произошла такая ситуация, что менеджер-то и не виноват. С помощью iVideoon вы можете посмотреть. Ну вот, например, с помощью этого устройства посмотрели, у вас там пик по посещаемости. Например, на точке не конкретно, там, неофон, да, а может быть какой-то конечный клиент. Посмотрел, вот пик у нас посещаемости. Почему эта посещаемость произошла, ну, пиковая? Может быть, там менеджер ходил курить часто, а может быть, это действительно удачно сработавшая промо-акция какая-то. И на видео вы это все увидите. Причем вам не нужно будет тратить время, чтобы прийти к IT-специалисту, получить от него отчет, посмотреть его, проанализировать и только тогда принять решение. Здесь вы со смартфона зашли, ну, сейчас нет у коммерсантов, у конечных вообще потребителей, у заказчиков времени на это. Сейчас самое ценное – это время. С помощью iVideoon это становится реальным. Такой следующий проект, уникальный в своем роде, iVideoon TV. Здесь пользователи на картах размещают те камеры, которые разместили они в публичном доступе. У нас есть один такой яркий пример. Вот я уже про отели говорил, они тоже, видите, в Крыму размещают камеры. И есть сеть пиццерий, Dodo Pizza, которая сейчас уже, ну, начала она с Иктывкара, из провинции начала. Сейчас они уже открыли несколько пиццерий в Соединенных Штатах. И каждый, кто заказывает пиццу в сети их пиццерий, они могут посмотреть, как их пицца готовится. Зашли на камеру видеонаблюдения и посмотрели, как происходит раскатка теста, начинение и так далее. Ну, в общем-то, проект сам по себе, ну, скажем так, он не коммерческий, поэтому те, кто желает повысить лояльность, например, своих клиентов, они используют инструментарий iVideoon. Ну и про шкурные интересы поговорим, про партнерскую программу. Предназначена эта программа преимущественно для инсталляторов, для тех, кто продвигает наш сервис, устанавливает камеру видеонаблюдения, для тех, кто продвигает СИП-телефонию. Обычно заказчик, он хочет комплексное, какое-то пакетное предложение. И наш сервис, он предлагает непосредственно заработать на продвижении именно сервиса зарабатывания на тарифах. То есть, сам iVideoon зарабатывает на тарифах, то есть, на хранении данных. То есть, если вы онлайн обращаетесь к камере, не храните ничего в облаках, то это бесплатно. У нас до 15 камер, можете абсолютно бесплатно подключиться, причем любую систему. Если вы что-то храните в облаках, то вы уже подключаете тариф, мы зарабатываем с этого. И интерес самих монтажных организаций, он заключается в том, что, во-первых, вы сможете новый продукт предложить, клиентам. Во-вторых, сможете снизить издержки на обслуживание этой системы, потому что настройка и подключение за 5 минут, обслуживание максимально простое. У нас техническая поддержка 24 часа в сутки работает на двух языках, русский и английский. Ну и дополнительно, мы платим вам за то, что вы подключаете все новых и новых пользователей в iVideoon. Например, сетка тарифов, она варьируется от 20 и заканчивает 35 процентами. Все очень достаточно прозрачно. Как только сумма платежей от ваших клиентов составляет 600 тысяч рублей, у вас платеж составляет 25 процентов от всех тарифов. Если вы достигаете цифры 1 миллион 800 тысяч рублей за весь период, то есть клиенты платят за сервис, мы вам возвращаем 35 процентов. Но устроено это таким образом, что клиенты платят нам напрямую через публичную оферту, на сайте, есть для бизнеса тарифов, можно с расчетных счетов оплачивать. А мы уже вам выплачиваем агентское вознаграждение. Ну и сейчас система биллинга, она прорабатывает такой способ, чтобы клиенты платили вам, а вы уже нам. Цепочки разные рассматриваются. Ну и как это работает? Работает это через нашу систему биллинга. Во-первых, мы создаем вам панель управления на нашем сайте, через которую вы сможете генерировать новые кабинеты для конечных потребителей, что очень важно, сможете давать им скидку на тарифы, на наши, до 7 процентов. То есть это побудит клиентов обращаться к вам. То есть не так, что вы привлекли клиента, ну он посмотрел, ну прикольно, раз я видео он ком набрал и к нам позвонил, да. Ну так у него в личном кабинете будут тарифы с его скидкой. Дополнительно вы сможете отслеживать расходы, сколько камер он подключает и сколько он платит по тарифам за камеры, которые он подключил. Ну естественно, преимущество, как я уже сказал, это техническая поддержка, ну и вы сможете непосредственно в своем кабинете отслеживать ваше агентское вознаграждение. Ну и завершить хотелось бы тем, что EVIDION позволит вам экономить на издержках по установке, по обслуживанию системы, во-вторых, вы сможете предлагать клиентам систему видеонаблюдения без серверов, да, где камера является самостоятельным участником системы. И, конечно, используя EVIDION, вы можете быть уверены, что мы предложим вам только надежное качественное оборудование, коим является MailSite, то есть наши партнеры IP-матико являются официальными представителями этого бренда на территории Российской Федерации. Но если хотите стать нашим партнером по сервису, мы будем рады сотрудничеству. Спасибо за внимание. Аплодисменты. Спасибо. Ну и последний гвоздь, так скажем, компании TrueConf. Пока включается презентация, давайте вам расскажу, почему это выступление самое интересное на самом деле, потому что TrueConf дарит призы. И сразу после выступления, в принципе, у нас уже не будет Q&A сессии, мы разыграем тоже все подарки, в том числе от компании TrueConf, и пойдем на фуршет. Можно вот как-нибудь так. TrueConf призы разыгрывает. Нет? И TrueConf тоже. Вроде завелось. Меня зовут Дмитрий, я из компании TrueConf, и мне, в принципе, как бы положено 20 минут, но я постараюсь ложиться в 10-10 минут как в подарок. Ну, чтобы, так сказать, не тянуть, всем уже домой хочется. Про нас, наверное, многие знают, кто не знает, вот тут какие-то есть факты, цифры, из того, что как бы здесь не добавлено, мы только что, так сказать, опубликовали, нам разрешили, скажем прямо, опубликовать информацию о том, что мы сделали, оказывается, самый большой проект по Unified Communications в мире. Это проект, ну, формально, на миллион абонентов в МВД, и информацию на нем на Синьюсе можно найти и так далее. В принципе, там много чего интересного, об этом будет на бизнес-видео через неделю, по-моему, это рассказано. Приходите, посмотрите, плюс мы там покажем еще 3D-видео. На самом деле, как вот сейчас, ну, я уверен, что многие из вас все-таки занимаются больше телефонии, чем видеоконференциями, а я вам немножко расскажу, что вообще из нашего мира. То есть, если посмотреть, например, на анализ рынка 2016 года, это делает OSP Data, российская компания, они делают аналитику. Основная проблема, почему, собственно говоря, с видеоконференциями все плохо или вот так, как есть, это ценник. То есть, если посмотреть, всех на самом деле, все бы использовали видеоконференции, ну, блин, дорого, и в общем проблема. И в то же время, если посмотреть, а что, собственно говоря, используется и на что обращают больше внимания, что хотят люди, то мы увидим, что на самом деле люди хотят софтверные клиенты. Вот есть аппаратные клиентики, а вот же софтверные клиентики. То есть, на самом деле, как бы привычка людей использовать софтверные клиенты, кто когда-либо воспользовался софтверной видеоконференцией? Ну, скайпом, вайбером, да, все же пользовались, все уже привыкли, это нормально. И в этом, собственно говоря, заключается такая история, что вы, может, сейчас люди хотят, как это не странно, чтобы было дешево, ну, то есть не странно, а нормально совершенно, и мы готовы как бы помочь в этом, чтобы был обязательно программный клиент, чтобы не надо было, так сказать, хотим побежали в переговорную, хотим с места, с дороги, из машины, с самолета, поезда и так далее. Ну, и на самом деле, просто видеосвязи уже недостаточно, необходима как раз та самая Unified Communications. Чаты, доступность, обмен данными и так далее, все вот это должно быть доступно, а иначе просто неинтересно. Вот на этом жутком слайде, так как я обещал побыстрее, на самом деле, нарисована структурная схема всего, чего у нас есть. У нас есть и, собственно, видеоконференции, у нас есть прекрасное прохождение Firewall-чиков, подключение любых IP-ATS, подключение аппаратных систем, Ялинк, как раз то, что вот мы сейчас обсуждаем, готовим пару сюрпризов с Ялинком, я надеюсь, хороших, что позволит продавать гораздо больше Ялинков, чем чего-либо. И это, собственно, только маленькая часть. Есть всякие там интеграции системы вещания, когда маленькая конференция вещается на миллион абонентов. Хотите, на YouTube ее закиньте, то это все абсолютно реально. И так далее. Главное, что просто надо запомнить, что это простой, надежный, софтверный сервер видеоконференц-связи, который может быть развернут в любой компании, который вы можете установить своего клиента, ну, вы уже, наверное, продали ему телефонию, сходите к нему за чашкой чая за 15 минут. Вы можете установить ему просто пробную версию нашу. Мы выдаем пробные версии сайта, как горячие пирожки. Их уходят по всему миру, ну, порядка сотни в день. Берите, нам не жалко. На 6 человек система абсолютно бесплатна, включая один кодек. То есть, например, вы продали я один Ялин, говорите, слушайте, ну, вам надо еще подключить 5 человек софтверных. Ну, скачайте с Труконов сервер, да пользуйтесь, нам не жалко. В результате, как бы, вы приходите к клиенту, попили с ним чай, ну, или что, покрепче, установили ему сервачок, он доволен, ему надо больше, вы заработали. Плюс, вы поставили ему, может быть, еще какие-то камеры, да, потом все прекрасно знаем, что встроенные камеры в ноутбук не очень хорошие, заработайте вместе еще с Logitech, поставьте еще камеры, и там спикерфоны, гарнитуры. Сейчас рынок полон, софтверные системы на взлете, решение для софтвер на конференции, их очень много, но я имею в виду добавочных решений. Заказчик за это получит, за приемлемые деньги, серьезную историю, которая полностью покрывает его нужды в видеоконференциях, вообще в Unified Communications. А вы за это получаете, соответственно, достаточно приличную маржу, но уж точно больше, чем в Sky for Business. Нас тут спрашивали, чем мы отличаемся от Sky for Business. На нас заработать можно больше, на самом деле, даже несмотря на то, что у нас цена ниже, а заработок с нами получается в итоге больше. Вы получаете это все довольно быстро, потому что у нас, как я говорил, очень легко сделать пилот. Не надо ждать 3 месяца, пока клиент найдет какую-то жуткую машину, для того, чтобы развернуть на ней огромный сервер, что-то там конфигурировать. Нет, клик-клик-клик, быстрее, чем я вам рассказываю, можно установить сервер. Это 150 мегабайт файл, который надо скачать с нашего сайта, в котором уже все клиенты лежат внутри. Соответственно, клиенты для мобильных платформ, которые мы, естественно, тоже поддерживаем, лежат в соответствующих магазинах. Ну и, естественно, защита проекта, и вы можете заработать на поставке сопутствующих оборудований. То есть вы можете, грубо говоря, прийти к клиенту с Ялинком или добавить клиенту Ялинк в проект. Это абсолютно просто делается. Ну и так как вы с телефонией все знакомы, то интегрировать в телефони также возможно. Это абсолютно просто и легко делается. Ну и, собственно, все. И даже больше получилось вам в подарок. Я очень надеюсь, что если у вас возникнут вопросы, вы к нам придете на сайт, скачайте нашу пробную версию, ну не пробную, бесплатную версию. Поставите, посмотрите и зададите правильные вопросы. У нас работает чат на сайте, у нас работает телефон. Мы всегда рады в гости вас видеть. Спасибо, IP-мати. Спасибо, Дмитрий. А вы не уходите. На самом деле, приятная часть вашего выступления тоже есть. Мне передали из вашего отдела маркетинга. Подарки от вашей компании? Прекрасно. Как я понял. Решетка для крили, чтобы клиенты были тепленькие. Это мухобойка, только большая. Друзья, лотерея, как, собственно, и все остальные подарки, будет разыгрываться по номерам, которые у вас написаны на бейджах. у меня 40. 40 нужно вытаскивать, когда будем разыгрывать СИП-вп, это 49G, ну или другой номер. Вы думаете, не нужен мне гриль? Кому не нужен гриль? Сразу выходим. Вытягивайте, наверное. Почему я? Ну, подарки-то ваши. А дальше уже. 40. 21. У кого 21 на бэдже написано, мы вас ждем. О. Настоящий женский подарок. Ура. Аня, ну ты тогда и не уходи далеко, будешь потом дальше вытягивать. Поздравляем, надеемся. А почему его позвали, а меня нет? Так. Ну, на самом деле, важный подарок вот женщинам разыграли. Сейчас. Может, свой настоящий подарок? Чтобы рубить бабло. Да. Так, я не могу одновременно держать и доставать номер. 40, я надеюсь, да? 20. У кого 20? Отлично. И топор уходит. О, поздравляем. В Сип-Стор уходит топор. Кинуть? Нет. Мы на самом деле сбалтывали. Падение. Эти больше не выпадут. Я прослежу. Все, так, следующий может быть, Илья? Друзья, давайте сменим меня. Раз, два, три. Например, какую-нибудь девушку приду. Да, давай. А, вот. Давайте, вытаскивайте. Все, спасибо. Спасибо большое, опиматики. Вам спасибо. Приходите еще. Есть подарок от компании Logitech. Сегодня было их выступление. Это, вы не поверите, манипулятор с технологией Chill Stream обеспечивает охлаждение рук при игре. Гарантия два года. Крутая штука. Давайте найдем его обладателя. Номер 87. Тут один из последних пришедших. Нет, не хочет. Ну, давай следующий. 57. 57. О, как первому ряду везет. А, у нас еще компания Meco грозилась какие-то подарки принести. Нет? Не будете разыгрывать? Да, то же самое. Нет, а давай сначала объявим подарок, а потом, наверное, вот сейчас будет IP-камера и малый сайт с поддержкой SIP кубическая. Вот такая красивая. 89. Нет, следующий. 51. 67. есть обладатель камеры. Поздравляем. Ура, ура. Это вам. Поздравляем. Да мы верим. Больше, больше никто не встает. Да, не убегайте так быстро. Мы вас фотографируем на память. ой, это у нас тоже интересная вещь. Вайп GSM шлюз NeoGate TG100 обязательно пригодится в вашей работе. И он достается номер 70. О, наши партнеры с Урала. Не знаю, видел ли ты когда-нибудь такую вещь, но теперь познакомишься. Поздравляем. Сотографируйся, пожалуйста, не убегай сразу. Здесь у нас W52P DEC телефон пригодится и в хозяйстве, и в работе, и в быту. 78 может его получить номер, но не хочет. Может поглубже зачерпнуть, чтобы у него не было сомнений в случайности выбора. Ой, 78, да, нашлось. Поздравляем вас. Тоже не уходите, пожалуйста, сфотографируйтесь. Главный приз нашего сегодняшнего дня SIP-WP-T49G, персональный видеотерминал, или же просто очень крутой видеотелефон. Ну, что, кому он достанется? Номер один, кто пришел самый первый? Поздравляем. Ну, тут точно нужно фотографироваться и не раз. Спасибо. 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 Поздравляем Андрея. Замечательный подарок. Друзья, всем спасибо. Сессию вопросов-ответов мы уже на три минуты делать не будем. Перенесем ее в зал для фуршетов. Это минус первый этаж, но не там, где столовая, а как бы налево от нее. Но если что, мы вас проводим. Всем будем рады, приглашаем. Так что, надеюсь, не разойдете сразу же. Кстати, у нас есть баннер, который вы все весь день видели, на фоне которого фотографировались. Можете на память оставить нам автограф и нам будет приятно. на фонарь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...